Добрый день, дорогие участники регионального молодежного онлайн-форума «Создавай». В прямой трансляции форума собрались амичи, которым интересно попробовать свои силы в социальном проектировании. И сегодня вам обязательно расскажут, какой эффект от социального проектирования может быть в реальной жизни и как его добиться. Программа разработана для участников с разным уровнем знаний о проектной деятельности, который поможет определить тест на сайте форума. Он же позволит выбрать наиболее верный трек форума и получить максимум информации. В частности, первый трек «Актив» поможет начинающим авторам проектов разобраться в понятиях и методах социального проектирования. Второй трек «Профи» предназначен для тех, у кого уже есть представление о социальном проектировании и некий опыт в продвижении своих идей. Участникам третьего трека инициаторы перемен могут стать молодые люди, которые уже смогли реализовать свои проекты и теперь хотят сделать их системными. В течение дня на площадках форума с вами будут работать очень компетентные федеральные и региональные эксперты. Воспользуйтесь этой возможностью по максимуму. Задавайте вопросы, которые будут приниматься в чате и в видеоформате. Пожелаю каждому из вас получить максимум полезной информации и приятного общения со спикерами и участниками форума. Добрый день, уважаемые участники регионального молодежного форума «Создавай». С огромным удовольствием передаю вам слова приветствия от губернатора Омска области Александра Леонидовича Буркова и от всех тех, кто заинтересован в продвижении ваших проектов. Проектов социально ориентированных, которые во все времена были очень востребованы. И сегодня так же. Этот год внес изменения в нашу жизнь. Мы поменяли форматы нашего общения. Но при этом, мне кажется, форум в онлайн-режиме позволяет вам с большим количеством таких же талантливых, как вы, пообщаться. С большим количеством экспертов пообсуждать те темы, которые и можно взять в разработку своих проектов. Форум направлен на разные аудитории, на тех, кто только делает первые шаги в социальном проектировании, для тех, кто уже является лидерами и способен доводить свои задуманные проекты до логического их завершения и притворения в реальную жизнь. Я желаю всем, кто будет участвовать в работе нашего форума, успеха и понимания того, что не стоит бояться перемен. Нужно смело браться за те проекты, пользу от которых вы уже сейчас видите, чувствуете и понимаете. Ну а мы традиционно вас поддержим. На форуме вновь пройдет отбор ваших проектов на получение гранта. Я желаю вам всем прекрасного профессионального общения. Оно точно будет. И это мероприятие точно оставит след в вашей жизни. Пусть она будет успешной. И пусть вы увидите те проекты, которые реально реализуются в жизни. Добрый день, уважаемые участники. Меня зовут Мадлен Батурина. И я сегодня буду вашим спикером в ближайший час. И мы с вами поговорим о том, как инструменты социального проектирования можно применять в жизни. Давайте для начала проверим вообще связь, видно ли меня, слышно. Давайте так. Если меня видно, один плюсик. Если видно и слышно, два. А если у вас еще хорошее настроение, то тогда три плюсика. И это не запись. Мы в прямом, живом эфире. Так, отлично. Вижу. Супер. Много-много плюсиков. Спасибо всем, кто включил камеру. Я вижу ваши лица. Я вижу, что некоторые даже сидят не по одному, а по двое. И если вы будете улыбаться, вот, спасибо, я вижу прекрасных девушек, которые улыбаются, то нам у всех будет хорошее, прекрасное настроение. Я, да, Салават, это я. Я очень рада видеть всех, кого я видела в прошлом году. В прошлом году я была очна. К сожалению, в этом году я онлайн. Но я надеюсь, для вас будет не менее полезно все, что я буду сегодня рассказывать. Я надеюсь, что не просто буду рассказывать, что у нас с вами сегодня состоится диалог, потому что, мне кажется, самое ценное, это не то, что я расскажу, да, если я отвечу на тот вопрос, который у вас есть. Поэтому, если у вас есть вопросы, пожалуйста, прям думайте их по ходу, пишите, я обязательно на них отвечу. Презентацию, которую я буду показывать, вам организаторы обязательно направят, я им уже ее отдала. И если вдруг у нас не останется времени, а вопросов будет очень много, я письменно отвечу на все вопросы или видео запишу. Ну, то есть как-то обязательно, в любом случае отвечу на все вопросы. Поэтому, пожалуйста, задавайте, чем больше их будет, тем лучше. Я сейчас включу демонстрацию экрана, и мы проверим, что вы видите презентацию, а кто-нибудь, у кого включена камера, покажите так, что вы видите презентацию, и тогда я отлично. Вот, прекрасные две девушки, я вас вижу, написано Юля, но вас двое. Я уверена, что кого-то одного зовут Юля, а кого-то, возможно, не Юля. Спасибо вам большое. И мы с вами сегодня поговорим, как инструмент социального проектирования можно применять в реальной жизни. Я расскажу это на примере проектов, в которых я участвовала. Я на самом деле участвую, у меня нет какой-то регулярной деятельности. Я в основном участвую в проектах, либо в больших крупных проектах, которые делает государство, начиная от Олимпийских игр, чемпионата мира, универсиады, лидеры России и много-много разных проектов, WorldSkills. Я была тем лидером сборной России WorldSkills на двух чемпионатах мира. Вот, скоро мы поедем на чемпионат Европы в следующем году. Поэтому про проектную деятельность я знаю не просто не понаслышке, я все время занимаюсь. И не только участвую в проектной деятельности, но и организовываю. Как руководитель проектов, я организовываю проекты, поэтому достаточно много знаю, как это работает. Поэтому буду рада ответить на ваши вопросы. Все, что связано с управлением проектом, организацией проектов, работой с командой в проекте, поиск. Все, что связано в проекте, как учить людей. Все, что вот проектная и околопроектная работа, я с удовольствием отвечу на вопросы. Цель нашей сегодняшней встречи, да, я бы не то, что даже назвала вебинар, все-таки я думаю, что встреча, понять, как инструменты социального проектирования можно использовать в жизни. Вот сейчас у меня к вам вопрос, насколько вообще вы знакомы с инструментами социального проектирования. Вот напишите в чат, там, ничего не знаю, или там, я бог социального проектирования, или я придумал социальное проектирование, да, или я уже реализовывал проекты, да, или там, только изучаю. Вот что вы знаете про социальное проектирование, потому что я уже сегодня буду рассказывать, как это применяется в жизни, и важно понимать, да, какую терминологию, насколько глубоко можно использовать. Так, ничего не знаю, отлично. Был опыт, но реализация проекта не состоялась. Так, хорошо, спасибо большое. На самом деле, достаточно частая история, причем причины могут быть очень разные, и как раз реализация проекта, это, мне кажется, там, одно из самых таких вызовов и сложных. Был опыт, так, отлично. Сейчас есть социальный проект, хочу научиться, а затем учить других. Окей, спасибо большое всем тем, кто ответил, пишите, да, отвечайте, продолжайте, да, я потом вернусь к вашим ответам. Да, вот я вижу, что был опыт реализации социально-педагогического проекта, был проект разовое участие в проектных командах и так далее. Ну, вот смотрите, сегодня я не буду рассказывать, что такое социальный проект, как он устроен и так далее. Я расскажу, как эти инструменты применяются в жизни, и буду пояснять, какие инструменты. Потом, когда у вас, я уверена, будут другие спикеры, кто будет рассказывать уже про само социальное проектирование, вы сможете наложить то, что я рассказывала, да, на то, что будут рассказывать спикеры. Но я буду рассказывать не в целом про социальное проектирование, а какие инструменты, и я их обязательно поясню, вы можете использовать и в социальном проектировании, и в жизни. Поэтому, если что-то непонятно, обязательно пишите вопросы, я еще раз вернусь, поясню и так далее. Я сейчас сначала поступим следующим образом. Я вот сначала что-то расскажу, потом вернусь в чат, посмотрю вопросы, какие есть, да, если что-то непонятно, потом опять что-то расскажу, и так будем двигаться дальше для того, чтобы мы с вами все успели, потому что времени у нас всего лишь час, и предлагаю уже приступать. Зачем вообще применять проектирование социальное для жизни, да, казалось бы, есть социальные проекты, зачем это нужно? Ну, на мой взгляд, есть несколько причин, но, наверное, три основных, которые лично для меня кажутся наиболее важным. Первое, вы можете с помощью этих технологий управлять своей жизнью более эффективно, потому что у нас всегда не хватает там времени, у нас всегда не хватает ресурсов, поэтому, если вы этим управляете, если вы используете там различные технологии, то это можно сделать гораздо более эффективно. Второе, это вот сократить путь к мечте, потому что, если вы там хотите что-то добиться, и уже даже решили там или не решили еще для себя, что же так бывает, это совершенно нормально, тоже немножко про это поговорим, про целеполагание в проекте, чтобы прийти туда наиболее коротким путем, потому что я считаю, что в жизни должно быть много мечт, то есть не одна мечта точно, и чем быстрее вы приходите к тому, что вы хотите, тем больше возможностей в жизни у вас может быть. Поэтому мне кажется, что это очень-очень классно, когда вы можете применять какие-то технологии, не просто вот что-то делать. Ну и повысить вероятность достижения цели, чтобы не было вот такого, что да, вот мы запланировали, но не реализовали. Понятно, что всегда есть какие-то обстоятельства, и мы с вами сегодня поговорим, что есть риски проекта, есть риски и в социальных проектах, в принципе в проектах, не только в социальных, и есть риски в проектах, которые вы делаете для личных целей. Есть вообще два подхода по жизни. Можно плыть по течению, а можно плыть по течению, но управлять при этом, да, вот как если там сплавом кто-то занимается, или участвовал в сплаве, да, и такая метафора, что вы все равно плывете по течению, да, не против, но вы при этом выбираете, куда вы идете, вы управляете рисками, обходите там, да, все пороги, которые вам встречаются на пути, возможно, там, падаете, но встаете там, да, и снова идете дальше. Потому что если вы просто плывете по течению, не факт, что вы приплывете именно туда, куда вы хотели именно приплыть. Где можно использовать вообще, вот в каких областях личной жизни вы могли бы использовать проектное управление? Ну, во-первых, это карьера, безусловно, 100% выстраивание карьерного трека, это выстраивание там путешествий, потому что в путешествиях есть все то же самое, планирование, цель, зачем я туда еду, там, просто полежать или что-то там увидеть, да, или какой-то суперактивный отдых или с кем-то познакомиться, либо там познакомиться с местными жителями, да, обязательно там узнать, как это на самом деле устроено, а не как пишут в путеводителях. Это можно использовать в саморазвитии, если вы просто, да, решили заняться чем-то, ну и при планировании своих увлечений, которые у вас есть, тоже можно использовать ряд элементов проектного управления. Вообще, ну, что такое проект? Ну, обычно всегда начинаются определения, чем проект отличается от регулярной деятельности. Если у проекта есть какой-то понятный временной промежуток, когда вы что-то делаете, причем промежуток может быть короткий, бывают проекты однодневные, да, вот какое-то мероприятие, например, да, там форум однодневный, это тоже проект. Бывают проекты на несколько лет, ну, например, там, Олимпийские игры с момента подачи заявки до финала, вот, да, причем финал не наступает с закрытием Олимпийских игр. Для проекта, допустим, Олимпийские игры заканчиваются плюс еще там минимум год, потому что оргкомитет занимается закрытием, документацией и так далее, поэтому если цикл, вот, он длится там, ну, минимум 6-7 лет, да, то есть проект может быть такой достаточно большой. Поэтому проекты бывают по протяженности разные, но, в принципе, стадии и элементы вот проектного управления, они достаточно схожи, вне зависимости от того, это большой проект или короткий. Также, если вы планируете проект, например, вы решили, не знаю, там, поступить в ВУЗ в какой-то, да, или там дальше там в аспирантуру, или вы решили устроиться на работу, это тоже определенное, или там решили стать кем-то, получить новую профессию или какие-то дополнительные навыки, вы тоже точно так же, это у вас получается некий проект, да, от начала, там, я хочу учиться там-то, да, и дальше есть определенные действия, которые важно совершить для того, чтобы повысить ваши шансы, что вы это, то, что задумали, реализуете. Всегда есть много-много разных рисков, мы об этом поговорим, как сделать так, чтобы проект реализовался. Вот в любом управлении проектом, неважно, это соцпроектирование, потому что соцпроектирование, это на самом деле классическое управление проектами, но с социальной историей, да, есть, вот если представить, как такую древнюю игрушку, кубик Рубика, это такая 3D-модель, в которой есть три грани, и они отвечают на три очень простых вопроса. Кто, что, как, вот любое управление проектом, это всегда три составляющие. Кто, то есть какие люди участвуют, кто на проект влияет, или стейкхолдеры, и мы про это поговорим тоже с вами отдельно, что стейкхолдеры, почему нужно про них знать и так далее. Что мы делаем, да, какие продукты, проекты, какой функционал, охват проекта, и как мы это делаем, да, потому что подходы могут быть очень разные. Может быть проект, который делает одно и то же, ну, например, в социальном проектировании условно, да, там вы делаете какой-то проект благоустройства, да, там комфортная, доступная среда, например, да, условно. Есть два проекта по доступной среде, но они могут быть очень по-разному реализованы, и у них очень могут быть разные цели. Также и в личной жизни, например, вы решили стать, не знаю, там, серфером или блогером, и пути достижения этой цели, как вы идете к этой цели, можно выстроить очень-очень по-разному. Поэтому ответ на вопрос «как?» он никогда не одинаковый, даже если у вас одинаковая цель, ну, похожая цель, а то ответ на вопрос «как?». И мы с вами сейчас вот по этим трем частям, по этим трем граням пройдемся кратко, к сожалению, там, времени там можно в несколько дней, да, изучать там, как устроено социальное проектирование, вообще проектирование. Я намечу таким пунктирной линией какие-то основные, на мой взгляд, самые важные вещи, которые точно в жизни очень хорошо переносятся, вот, и тогда отвечу на ваши вопросы. Ну, начнем с первого, да, что? Потому что кто в случае там жизни, понятно, это вы, да, то есть вы и есть тот участник проекта, хотя вы не всегда можете это реализовывать один. Вы можете, например, если вы едете в путешествие, то вы едете, допустим, вместе с семьей, да, но планируете почему-то вы, да. Если это проект, там, связанный с вашей карьерой, то, как правило, это вы, ну, вам кто-то может там в этом помогать, условно, там, ваши, назовем это, команда там проекта, да, это могут быть родители, друзья, могут быть какие-то наставники, менторы и так далее. Но сначала важно определить, что, да, сначала цели полагания, что мы хотим, какой проект мы хотим создать. И вот здесь я хочу обратить на ваше внимание, вот на какой момент. Это мало про это говорят и в соцпроектировании, это важно как для проекта, который вы будете делать, ну, или планируете делать соцпроектирование, так и для личных проектов, которые вы реализуете, там, карьера, не знаю, хобби, путешествия или самореализация. Вот вы можете ответ на, найти достаточно быстро ответ на вопрос, что вы хотите делать. И если спросить большинство людей, в чем, что делают они в проекте, они могут это спокойно ответить. там, мы делаем, там, безбарьерную среду, мы делаем, там, приют для животных, мы делаем, там, клуб для людей серебряного возраста, да, то есть, там, тем, кому уже, там, далеко за 50. там, мы делаем, не знаю, там, площадку, да, для активности, да, и так далее. Или если на личную жизнь, да, перенести человек, говорит, я там, условно, там, не знаю, я врач, да, или я там блогер, да, вот там, то есть, человек может сказать, что я делаю, да, там, я веду блог, там, и так далее. Чуть меньше людей, компаний способны ответить, как они это делают, в чем особенность, да, вот, в чем особенность, там, приюта, если вы делаете, там, для животных, а как вы это делаете, в чем особенность клуба, который вы делаете, или, там, площадки, или так далее, или в чем особенность этого блога. Ну, большинство тоже могут ответить, сказать, да, я делаю, там, обзоры на фильмы, да, но, вот, там, таким-то способом, да, там, уникальным, вот так вот никто не делает, то есть, вот, мой способ, он какой-то другой. Поэтому не все 100% могут сказать, в чем все-таки уникальность этой истории. И совсем мало людей могут объяснить, почему они это делают. И, на мой взгляд, это самый главный вопрос. Вообще и в социальном проектировании для получения гранта, и в личном проектировании, когда вы проектируете свою, там, жизнь, карьеру, да, ну, карьера, там, часть жизни, или какие-то любые активности. Что это значит? Вот сейчас приведу два примера на социальном проектировании, да, а потом жизненном. Вот у нас был один проект, который на одном из форумов подавала участница, она выходит и рассказывает, ну, то есть, у нее, там, есть, он уже описан, да, и она рассказывает, говорит, я хочу сделать площадку спортивную, там, в своем населенном пункте, там, я живу в деревне, хочу сделать спортивную площадку для того, чтобы люди могли там, вот, тренажеры, которые будут уличные стоять, такие вот, они могли там заниматься, площадка для активности. как, ну, вот, там, мы выбрали место, договорились с администрацией, и мы вот все это будем делать, там, столько-то времени у нас понадобится, чтобы возвести ее, такие-то ресурсы нам нужны, столько-то людей у нас в команде. Ну, и большинство людей именно так презентуют свои проекты, отвечая на вопрос, что и как. И люди не отвечают на вопрос, почему. Когда мы спросили, почему ты хочешь это сделать, она сказала следующее, что я верю, мне, говорит, очень обидно, что моя деревня умирает, потому что все оттуда уезжают, там нечего делать вообще. И молодежь прям уезжает, как только вырастает, и имеет, как только научилась ходить, сразу уезжает, убегает, чтобы что-то делать, там нечего. А я, говорит, очень люблю место, где я родилась, выросла, оно очень классное и крутое. И я ищу разные способы, для того, чтобы, ну, хоть как-то гораздо более интересно стало у нас жить, и люди не так быстро хотя бы уезжали, или, в принципе, хотели остаться. Я не знаю, поможет там площадка этому или нет, но я хочу попробовать, потому что я не хочу, чтобы моя деревня там умерла, не прекратила существование. Вот когда вы рассказываете про свой проект вот так, когда вы понимаете, почему вы это сделали, тогда есть и выше шанс реализации проекта, потому что если у вас есть ответ на вопрос, почему, вы точно можете привлечь гораздо больше людей, ресурсов и так далее. И второй пример, одна из женщин тоже у нас выступала, она говорит, ну, вот что, говорит, я делаю клуб для людей серебряного возраста, для пенсионеров, там три раза в неделю мы будем собираться, и у нас там будут разные активности. Вот, мы спросили, почему она хочет это сделать, и она сказала, что я верю, что каждый человек имеет право быть не одиноким в старости, и поэтому я хочу сделать пространство, где каждый может найти себе, да, человека, с которым он может там взаимодействовать и быть не таким одиноким. Когда вы в личной жизни планируете какие-то проекты, ну, там, да, не знаю, куда-то поехать, или какую-то карьеру, или какое-то саморазвитие, ответьте на вопрос не только, что вы хотите, и как вы это будете делать, ответьте на вопрос, почему вы это делаете, да, в чем причина того, что вы делаете. Вот там есть один из ярких примеров, был такой борец за права чернокожих в Америке в 20 веке, я думаю, что многие из вас знают, Мартин Лютер Кинт, и у него есть известная фраза «У меня есть мечта», да, там в английском у нас звучит «have a dream», и до него было очень много борцов за права афроамериканского населения, но он вошел в историю, потому что он не просто сказал, слушайте, ребята, у меня есть план, то есть что и как, у меня есть план, как это сделать, он сказал, у меня есть мечта, что когда-нибудь, да, там и афроамериканцы, да, и коренные жители, и белые жители, все жители Америки, все будет там демократично, равенство наступит и так далее. И люди к нему присоединялись и шли за ним, и он остался в истории, потому что он коммуницировал свой проект, свои жизненные ценности через почему. Поэтому очень вам рекомендую, вам рекомендую, как в вашем проекте, в социальном, так и вообще в том, что вы делаете по жизни, да, вот с точки зрения там своей, планирования своей жизни, найти ответ на вопрос, почему вы это делаете. Это не банальный, на самом деле, вопрос, кажется, ну как, почему, потому что мне нравится, потому что мне нравится, это такой слабый ответ на вопрос. Я вам в конце порекомендую литературу, которую можно почитать дополнительно, вот про это есть целая классная очень книжка, вот, поэтому, как искать ответ на этот вопрос, почему, как вырабатывать это ценностное поле, и очень вам рекомендую при защите проекта начинать с почему, а потом рассказывать, что и как. Вы тогда эмоционально зацепите людей, которые принимают решения, и шансы, то, что вы добьетесь, получите, да, больше внимания, точно гораздо выше. Следующая история, в чем обязательно, какой инструмент нужно использовать при целеполагании, как в своей жизни, так и в любом случае в проекте, я думаю, что многие из вас знают, какой смарт, смарт – это аббревиатура, составленная из английских слов, да, смарт – вообще умный по-английски, еще аббревиатура, какая должна быть цель, цель должна быть умная, что значит умная, да, цель должна быть конкретная, то есть не просто хочу чего-то, да, а какой-то результат конечной цели, обязательно измеримый, я сейчас раскрою каждый пункт, достижимый, значимый и определенный во времени. Что это значит? Что значит конкретная цель? Вот когда вы ставите себе в личной жизни цель улучшить спортивную форму, очень сложно в конце, во-первых, определить, где проект кончается, и как вы поймете, что это произошло. А вот гораздо более конкретно это два километра там за час проплывать. Это пример, может быть, там весить сколько-то килограмм, там, да, или бегать там сколько-то там секунд, минут и так далее. Или, например, часто молодые люди говорят, моя цель – обрести финансовую независимость, да, это не конкретная цель вообще, это в целом, что вы хотите, но с точки зрения целеполагания цель должна быть конкретна. Я хочу там зарабатывать в три раза больше, ну, как пример, там, да, или чтобы не брать у родителей денег, тоже достаточно там конкретная цель, и так далее. Стать известным писателем тоже, что значит известным, или там стать известным блогером, что значит известным, сколько подписчиков, и так далее. То же самое в проекте. Открыть приют, не просто приют, какой приют, да, там, сколько чего там, да, и так далее. Значит, измеримая, что такое измеримая цель? Важно понимать, что это можно посчитать. Все, что невозможно измерить, этим невозможно управлять. То есть не может быть цель создать самую быструю машину, да, должны быть какие-то параметры, в чем эта быстрота, да, там, это либо время разгона, либо максимальная предельная скорость, либо время преодоления максимального расстояния без остановок. То есть вот какая цель должна быть измерима, как ту, которую вы ставите личную себе, так и в проекте, который вы делаете. Цель должна быть достижима, то есть слишком легкая цель, она, это не очень, да, ну, там, провести совещание, ну, так себе цель, да, пошел и провел там, или там пойти на тренировку, ну, пошел и потренировался. И есть невыполнимые цели, там, мир во всем мире. Это, конечно, прекрасная мечта, это замечательно, цель там не очень выполнима, поэтому цель важна, чтобы была достижима. Хорошо, когда напряженные, но достижимые цели, например, там, вот целью, там, российского образования могла быть, там, обеспечить, там, вхождение в пять вузов страны, и международный рейтинг в 100 лучших вузов в течение 5 лет, да, или, там, если вы хотите стать известным блогером, там, войти, не знаю, там, в топ-5, или в топ-10, или в топ-20 блогеров, там, да, либо региона, либо вообще федеральных блогеров, да, и так далее. Ну, еще важно понимать по какой-то версии. Цель должна быть актуальна, потому что, например, если вы котик, вам не нужно быть с фитоняшкой, да, котику клево, когда он котик, да, хороший такой котик, ну, и хозяину клево, когда котик такой, да, а если у вас есть цель, там, улучшить спортивную форму, то тогда, да, эта цель для вас релевантна, поэтому цель, может быть, для вас не актуальна, да, то есть, не каждому человеку хочется, там быть в актуальной, спортивной форме, это нормально совершенно, то есть, каждый может поставить себе цель, поэтому цель должна быть важна, нужно не просто хотеть, нужно понимать, что вы ее хотите, ну, она вам нужна, она должна быть ограниченная по времени, то есть, нельзя сказать, я хочу быть известным блогером, то есть, должна быть цель, что я хочу быть блогером, там, условно, там, 100 тысяч подписчиков, там, через два года, тогда понятно, через два года, произошло это или не произошло, потому что, если вы просто хотите, там, быть известным блогером, да, то так можно никогда, к этому и не прийти, проект может быть не реализован, поэтому обязательно, когда вы ставите целью, проверьте, что ваша цель смарт, как в вашем проекте социальном, да, что вы хотите добиться, так и в вашей жизни обязательно смарт-целью, у вас их может быть много, да, вот у меня, например, там есть цель, сейчас, я там последние 10, наверное, лет, ну, там, чуть меньше, 8 лет занимаюсь обучением и развитием и хочу какую-то новую карьеру построить, вот у меня сейчас есть цель, у меня есть там план, как я этой цели достигаю, стать сценаристом сериалов и написать сериал для Нетфликса, у меня есть мечта, когда-нибудь, что мой сериал выйдет на Нетфликсе и моя дочь будет верить, что я крутая мама, и поэтому у меня есть смарт-цель, то есть через сколько лет, да, там, мой сериал, условно, там, да, должен оказаться, да, где-то там, в очень правильном, там, классном месте, да, и какой там это должен быть сериал, то есть не просто хочу стать сценаристом, да, а когда это должно произойти, там, есть определенные шаги, которые я предпринимаю к этому, там, и так далее. Значит, это один элемент целеполагания. Второй элемент целеполагания, он тоже может применяться и в соцпроектировании, и в личном карьере. Это называется так называемая стратегия ежа, потому что еж, когда на него нападает, он такой раз, кругленький становится, шипиками. Вот у вас такие, важно, чтобы были шипики. Вам важно определить, к чему у вас есть страсть, к чему талант, это очень важно, и еще за что платят. В случае социального проектирования, это не за что платят, а что наиболее актуально, наиболее востребовано. И вот на пересечении в центре вот этой вот истории лежит то, что чем, наверное, стоит заниматься. Единственное, на что я хочу обратить ваше внимание, что иногда этот подход, это вообще известный мировой подход, надо очень аккуратно его использовать, потому что мы живем во времена, когда будущее очень туманно и непонятно, и надо уметь смотреть по сторонам. То есть, знаете, вы поставились в какую-то цель, идете к ней, это все здорово, но нужно обязательно, вот никак в песне не смотри ты по сторонам, а нужно смотреть по сторонам, потому что появляются всегда какие-то новые занятия, профессии. Вы раньше думали, даже не подозревали, сейчас условно, допустим, возьмем, дроны. Это не новая технология, но, например, лет 10 назад никто понятия не имел, что дроны вообще там будут, ну там кто-то, может, там думал, но это не очевидно было всем. И никто из людей вообще не думал, что у них есть страсть поуправлять дронами, и тем более, что за это платят, и что у них еще есть там талант, да, они умеют это качественно, смогут научиться это качественно делать. Поэтому сейчас уже возникают какие-то направления, которым, возможно, у вас есть талант, возможно, будет есть страсть к этому, и мега будет востребована. Поэтому, если у вас нету какой-то жизненной цели, это нормально, здесь не нужно переживать, потому что, возможно, или там вы говорите, мне так все интересно понемножку, но что-то прям такого, что вау, я не сплю ночами, такого нет. Возможно, это появится, это совершенно нормально, поэтому не пытайтесь, то есть идти все время только прямо, смотрите по сторонам, потому что часто все самое интересное может приходить сбоку. Также и в социальном проектировании вы определяете, что вам интересно сделать в проекте, к чему у вас есть талант, и что наиболее востребовано. И на этом пересечении вы реализуете, делаете свой проект. Значит, теперь по поводу к тому, к чему у меня есть талант, и вообще фокус развития жизненный, и так далее. Сейчас я вам расскажу про один эксперимент, а потом поясню, что он значит. Взяли две группы студентов, которые медленно читали 90 слов в минуту, ну, в среднем, и которые побыстрее читали там 300 слов в минуту, или там 350, 350 слов в минуту. Их месяц учили на одних и тех же курсах по скорочтению. И через месяц снова протестировали. Значит, после обучения те, кто читал 90 слов в минуту, стали читать 150 слов в минуту, улучшили свой результат. Этот 67% роста. А те, кто читал 350 слов в минуту, как вы думаете, напишите в чат, сколько они стали читать через месяц слов в минуту. Вот они раньше 350 читали. Сколько? Ну, примерно. Порядок какой? Также, ага. Ну, 380. Да, такой чуть-чуть. 360, 400, 400, 450, 370. Еще есть ли варианты? Еще иногда бывает вариант. Встали читать меньше. Ну, отупели, да, пока учились и так далее. Сейчас я вам покажу цифру. Возможно, она вас немножко шокирует. Да, они стали читать больше 2000 слов в минуту. Это 729%. Это абсолютно реально. Я читаю 2100 слов в минуту. Я не училась на курсе скорочтения. Просто у меня талант читать быстро. Плюс это необходимость моей профессии. Очень много выходит разной литературы, бизнес. И если я не умею быстро читать и обрабатывать, ну, я не очень буду успешна в профессии. Значит, о чем это говорит? Вот раньше была стратегия, шок-контент, я согласна. У меня был шок-контент, когда я увидела это исследование. Три года назад была презентация этого исследования. Это делала мировая компания Gallup. А это самая известная в мире компания исследований. Там не могло быть никакого. И это не единственное исследование. Их много. О чем это говорит? Вот раньше была такая парадигма, что любой человек может чего угодно добиться в жизни. А на самом деле это не так. То есть, вернее, вы можете добиться чего угодно. Я считаю, что любой человек может добиться чего угодно. Вопрос времени. И насколько он будет успешен. То есть, например, я могу захотеть стать балериной. И, возможно, если я там вот упрусь и буду там, не знаю, не есть, не пить, тренироваться, я стану балериной, но я никогда не стану прима-балериной в большом театре там или где-то. Буду там в кордебалете в третьем ряду плясать и еще ничего в жизни больше видеть не буду, потому что у меня нету к этому ни таланта, ни способностей. Ну, ничего. Балериной стать смогу. Как бы формально балерина. Но это не смарт-цель. Если я хочу быть суперуспешной, то есть ваши таланты, то, что делает вас успешным, да, условно там, вот там самый яркий пример. Возьмем Юрия Дудя. У него есть там таланты, да, определенные. Поэтому он Дудь, да, а не один из блогеров, да. Не знаю, там возьмем кого угодно еще, да, в любой профессии. Это то, что делает ваши таланты, делает вас успешными. И развивать нужно таланты. Бессмысленно развивать слабые стороны. Потому что вы тратите время на развитие того, что у вас разовьется, но вот так. Ну, то есть вы читали 90 слов, станете 150. Но это не такой уж и прогресс. Но если ваш талант – быстрое чтение, и вы еще усилите его, вы будете лучшим там, ну, там в регионе, в городе, в мире и так далее. Поэтому, к сожалению, ну, я… Такая есть парадигма часто, особенно в компаниях. Мы работаем много с компаниями, чтобы из этой парадигмы избавиться. Когда людей делают оценку, определяют их слабые стороны, начинают качать слабые стороны. Это бессмысленно. Это не значит, что если у вас проблемы с тайм-менеджментом, не надо вообще там приходить никогда вовремя. Вы такие, а, ну, это моя слабая сторона. То есть слабые стороны нужно развивать до того момента, пока они не мешают… То есть если вам мешает слабая сторона жить, то есть условно, например, вы хотите публично выступать, и у вас, например, есть конкретный дефект речи. Если он маленький, вы можете его исправить, но вы никогда не станете лучшим оратором в мире, потому что это ваша несильная сторона. Но вы можете исправить эффект речи, чтобы не комплексовать, когда вы выступаете. Но вы никогда не станете оратором, потому что ваш речевой аппарат, ну, все равно, ну, как бы… Не, можно упереться там камней в рот и миллион… А зачем? Да, если у вас есть какой-то другой талант. Поэтому определите, в чем у вас талант. Есть масса способов, как это сделать. И еще раз, да, помните, что ваши таланты иногда могут раскрываться по ходу. То есть, да, там, через 10 лет вдруг окажется, что у вас есть талант к тому, чему вы даже не подозревали, потому что еще это как-то не было открыто, да, там, может, у вас есть талант дышать на Марсе, да, мы этого не знаем. Надеюсь, что Илон Маск нам в этом поможет. Поэтому и так же и в социальном проектировании лучше делать проекты, в которых у вас есть талант. Тогда у вас есть гораздо больше шанс реализовать. Тест-шейп, ну, сейчас не буду долго на этом останавливаться, у нас мало там времени, да, много хочется чего рассказать, ответить еще на ваши вопросы. Считается, что сейчас самые эффективные люди, да, и как цели ставить, когда у вас есть экспертиза в чем-то одном, и еще вы развиты немножечко в разных направлениях. То есть вы и про финансы знаете, и про маркетинг, и про продажи, и про контент как делать, знаете, как продвигать в соцсетях, ну, у вас есть какая-то, как буковка Т, ну, у вас есть такая вот какая-то одна конкретная компетенция, да, если там кому-то что-то будет интересно про это, можете загуглить, тоже один из подходов к построению карьеры в современном мире. И еще один подход, я про него не буду долго рассказывать, но это четыре области, в которых считается, что наиболее востребованные профессии. Это сайенс, наука, да, все, что связано с наукой, потому что сейчас технологии развиваются и так далее. Т – это технологии, все, что связано с технологиями, и это инжиниринг, все, что связано, да, там, с проектированием и так далее. А – это арт, это искусство, все, что связано с креативностью. Креативные люди, то есть сейчас, так как все решения известны, уже найдены, креативность – одна из главных компетенций. И М – это математика, как ни странно, потому что большие данные и так далее, все строится на математике. И если вы выбираете строить карьеру в одной из этих пяти областей, шансы на успех гораздо выше, потому что это самое востребованное от отрасли в современном мире. И кратко покажу, у вас будет эта презентация, вы сможете посмотреть. То есть, когда вы ставите цели, важно понимать, что самое актуальное. Вот это то, что сейчас актуально, если вы хотите быть успешным в современном мире. Какие компетенции основные? Это главное. Понятно, что есть еще там масса всего, но это самое главное. Так и в соцпроектировании вы определяете, что наиболее актуально для вашего региона, для вашего города или на федеральном уровне. И вы это качаете, вы это делаете в рамках проекта. Теперь буквально несколько слов «как». Обязательно сделайте исследование как в соцпроекте, так и в личном проекте. Делал ли кто это до вас? Был ли кто-то, делал ли кто-то там приюты для животных в вашем городе до вас? Или там становился ли кто-то успешным блогером до вас? И посмотрите, что они делали как для того, чтобы взять какие-то идеи, инсайты или какие-то, возможно, учесть ошибки. Обязательно советую вам еще помнить о рисках проекта. Не буду тоже останавливаться. То есть всегда есть риски. Даже в однодневном проекте есть риск, что там пойдет дождь, например, и вы не можете что-то сделать. В большом проекте вообще рисков миллион. В классическом проектном управлении риски рассчитываются от силы удара, от финансов, то есть насколько много денег нам нужно потратить в личной жизни и от финансов, и от времени. И в социальном проектировании тоже от финансов и от времени. И вот эти риски нужно разложить на матрицы и посмотреть, насколько вероятно, что они будут. И финально, перед тем, как ответить на вопросы, еще хочу сказать про стейк-холдеров. Кто такие стейк-холдеры? Это все те, кто может повлиять на достижение проекта, как в личной жизни, так и в социальном проектировании. Есть такое правило, что людей, которые влияют на ваш проект, всегда на один больше, чем вы знаете. Как и в личной жизни, вдруг появляется кто-то, кто неожиданно, вы планировали какой-то, не знаю, бомбический запуск проекта, и вдруг кто-то раньше вас это делает, и вы уже второй, а не номер один. Вы понятия не имеете вообще, что он об этом это делал. Или вдруг там появляется бабушка ваша, которая говорит, нет, там есть семейное предание, если ты будешь делать это, проклятие на всю семью, и все такие, о боже, о нет. То есть всегда есть кто-то, о ком вы не знаете, кто может повлиять на ваш проект. Стейк-холдеры, это могут быть и в социальном проектировании, в личной жизни, физические лица организации, либо которые активно помогают вам реализовывать проект, либо на чьи интересы может повлиять проект, либо кто не участвует в проекте, может повлиять на его результаты. Например, там, не знаю, органы местной власти, они вдруг решили запретить, там, не знаю, там что-то, или наоборот разрешить. Значит, кого включать в список, вот чек-лист у вас будет такой, вы всегда сможете к нему обратиться, не буду сейчас на нем останавливаться, кого включать в список стейк-холдеров вашего проекта, и как анализировать стейк-холдеров. Значит, на что хочу обратить ваше внимание вот на этой матрице. Все стейк-холдеры распределяются на такие четыре условных квадрата. Есть, так называем, о том, как они к вам относятся и насколько они сильно влияют. Есть большие братья, это те, кто поддерживает ваш проект, например, там, родители, если это личный проект, либо, не знаю, администрации города, если это соцпроект, они говорят, молодец, давай, у тебя все получится и так далее. Есть там, змей-горыныч, это кто на вас сильно влияет, но негативно относится к тому, что вы делаете. Тоже могут быть родители, которые говорят, нет, ты что, с ума сошел, добровольцем, это же секта, не смей туда ходить, это же ужасно, там, козленочком станешь. Вот. А есть, когда негативное влияние, но слабое воздействие на вас, да, это недовольные соседи, там они говорят, вот, что он там делает, та-та-та и так далее. И есть люди, которые позитивно к вам относятся, но слабо влияют на то, что вы делаете. Это болельщики. Так вот, особенность стейкхолдеров в том, что если вы с ними не работаете, они могут перетекать, то есть большой брат может стать змей-горынычем, при этом змей-горыныч тоже может стать большим братом. Поэтому важно определить всех тех, кто может повлиять на ваш проект и уметь с ними работать. Поэтому, когда вы занимаетесь социальным проектированием и используете эти инструменты в жизни для планирования там карьеры своей, да, либо каких-то других активностей, помните о вот этих трех гранях, кто, что, как, да, и основные моменты. И для того, чтобы сделать проект, да, необходимы цели, масштаб, время, ожидания, то есть смарт обязательно, всегда что по смарту, какие ресурсы, риски, и делайте план, там, раз, два, три, четыре, пять, да, то есть что, как, где, когда, обязательно план, без плана очень сложно. И всегда, конечно, лучше иметь альтернативный план, ну, как минимум, хотя бы его понимать. Вот. И мне очень нравится цитата, прекрасная книга, очень рекомендую ее прочитать, очень интересная, нам немного говорили в последнее время. Всегда важно вкладываться в собственную адаптивность, развиваться, потому что мы точно не знаем, что будет актуально завтра. Возможно, тот проект, который вы делаете сегодня, он может завтра быть неактуален, либо наоборот, то, что у вас есть какая-то задумка, сейчас неактуально, а завтра суперактуально. Но точно нужно изучать различные инструменты, уметь их применять, потому что в любой момент они могут вам пригодиться. Я готова ответить на вопросы. Я на экране сейчас список литературы, который по теме точно, мне кажется, я отобрала самые-самые книги, вот, поэтому вы видите его на экране. Одна книжка на английском языке, она не переведена еще на русский, но, на мой взгляд, это одна из самых крутых книг, которые я читала в последнее время, про то, как ставить цели, управлять там карьерой, вообще жизнью, целеполаганием. Поэтому, если вы читаете по-английски, я вам очень-очень рекомендую. Теперь я готова ответить на вопросы, в то время, которые у нас есть. Значит, вопрос. Если вы, будучи экспертом, видите хороший проект, но человек, который защищает его на конкурсе, немного запинается, потому что нервничает, поддержите ли вы такой проект, или на конкурсе нет права на ошибку? Ну, смотрите, запинание и волнение, это же не ошибка. Да, ошибка, на мой взгляд, это там, если вы неправильно определили цели, да, проект, если вы не понимаете рисков проекта, а если вы волнуетесь, так это нормально, на конкурсе все волнуются. Если вы не волнуетесь, значит вы умерли. Я всегда волнуюсь перед выступлением, я выступаю каждый день, несколько раз в день иногда. я всегда волнуюсь, потому что это новая аудитория, да, ну, то есть это нормально, то есть я волнуюсь, то есть если вы волнуетесь, что у вас трясутся руки, это плохо, но если у вас внутри есть волнение, это отлично. Вот я считаю, что, в общем, спикер, который профессиональный, выходит и не волнуется, значит, ему плевать на аудиторию, ну, вот как она вас примет или еще что-то. Я бы такой, я бы лично поддержала, потому что человеку не все равно. Если человек, конечно, в обмороке, ну, водички бы ему и снова бы послушали. Вот, поэтому это вообще ни разу не страшно. Комментарии есть. Может корректнее назвать способности, а не талант? Ну, может быть, да, но вообще принято просто устоявшиеся для терминологии талант, хотя, согласно, можно назвать способности. Как быть с мотивацией? Сегодня человек может все расписать, распланировать, а завтра ему будет банально лень. Как себе напомнить, что вообще тут есть какие-то цели? Ой, это сейчас супер вопрос. Прокрастинация. Наш друг, я сама такая же, у меня миллион целей, а потом мягкий диван, он меня и Netflix, они иногда побеждают в моей жизни. Есть много способов. Один из способов вести обратный отсчет. Мы так делали на Олимпийских играх. То есть мы не говорили, что это будет в 2014 году такого-то числа. Мы каждый день отлистывали до церемонии открытия столько-то дней, до церемонии открытия столько-то дней. Когда, вот как ни странно, психологически это гораздо сильнее влияет. То есть, во-первых, ведите обратный отсчет. До окончания проекта столько-то дней, столько-то, потому что мозг воспринимает, когда вы говорите, ой, через два месяца, ой, через два. А когда осталось 59 дней, это уже немножечко по-другому. Это первое. Второе, ну, кому-то помогает рассказать об этом людям, а потом стыдно, что ты не сделал. Да, не всем помогает, но кому-то помогает. Всегда вообще, знаете, есть такая пословица, у отсутствия результата есть две вещи. Ноль результата и красивая история об этом. Да, почему это не произошло? Особенно сейчас удобно, там, ковид настал, там, да, санкции или еще что-то. Вот. Это всегда, там, ну, это вообще отдельный разговор. Я считаю, что таких обстоятельств практически нет, непреодолимые силы. Вопрос, да, какие-то сложнее преодолеть, какие-то проще, но точно можно. Поэтому и вопрос, знаете, с мотивацией, когда лень, когда вам реально очень, это же вопрос, почему, во-первых, вы это делаете, а вопрос что? Вот если вам реально это нужно, вот прям вообще, вот, будет у вас мотивация, не будет. Вот я помню, я приехала в Москву поступать, у меня не было там родителей, я из очень маленького города приехала в Москву, у меня была мечта учиться в лучшем вузе страны. И я жила в общежитии, я искала работу, в 90-м году найти работу, это не как сейчас, вообще было невозможно. Ну, там не было ни компаний каких-то там особых и так далее. Это был просто ад и трэш. У меня была настолько сильная мотивация учиться там в лучшем вузе страны там и остаться в Москве, да, там в том период, на тот период, что я готова была сделать все, что угодно, да, и я там не спала, работала на двух работах и что-то так не делала. Сейчас, когда уже такого сильного стимула нет, когда уже все нормально, те цели, которые я ставила, я часто достаточно прокрастинирую, поэтому цель должна быть для вас значима. Если цель для вас незначима, то прокрастинация будет. Почему вы скачаете с одного на другое, о чем конкретно вы хотели нам рассказать? Ну, я хотела наметить те моменты, да, которые мне, кажется, важны для того, чтобы помнить и что важно в социальном проектировании, ключевые моменты. У меня не было сегодня задачи рассказать про социальное проектирование, у меня была задача показать, какие инструменты работают в личной жизни. Поэтому я показываю, да, вот эту карту наношу, да, вот это есть, вот это, вот это, вот это. Дальше ваши задания, ну, как бы, как я обычно делаю, я выбираю то, что во мне отзывается и с этим там в дальнейшем изучаю больше и работаю. Поэтому, если, ну, Оксана, вам показалось, что я скачу, я учту обязательно это замечание на будущем, но в самом начале я сказала, что я намечу какие-то такие точки, о которых точно важно помнить, да, потому что времени мало. Будет ли запись? Думаю, что да, наверное, потому что у меня и горит экран, ведется запись. Как справиться с волнением, как побороть себя, как вести, когда ты сталкиваешься с неудачами? Ну, хороший вопрос. Неудачи, это вообще хорошо. У меня было в карьере несколько не просто неудач, а прям провалов, когда мне казалось, что моя карьера закончена. У меня было два таких провала, когда было очевидно, что это моя вина, и люди это видели, ну, когда я была вообще никак не спрятать, не исправить, даже исправить было нельзя. И я одну из неудач очень тяжело переживала. Я там 4 месяца пыталась отойти от этого, и мне казалось, что все вообще и так далее. Вот, поэтому, ну, как бы, да, я согласна, что неудача — это маленький шаг к успеху, но в момент, когда неудача произошла, ты про это, ну, не думаешь. Это сложно очень, да, думать. Ну, да, вот из лимонов можно сделать лимонад и так далее, да. Вот, а важно понимать, да, ну, как бы, сначала важно дать возможность себе, когда произошла неудача, проэмоционировать, да, вот, пережить это, да, там, поплакать, все пропало, жизнь, боль и так далее. Это важно делать, а потом важно понять, там, три ключевые вещи, которые точно, там, или, там, может быть, их не три, она может быть одна, которые точно вы больше, что вы сделали не так. Иногда это, может быть, не только вы не сделали, да, иногда какие-то, может, внешние обстоятельства, но всегда есть не только, нужно нас поискать не только внешние, но и внутренние обстоятельства, что вы сделали не так, и что, я всегда задаю вопрос, что я могу сделать по-другому в следующий раз? И для меня это главный вопрос, что я могу сделать по-другому. У меня даже есть тренинг, как из неудачи сделать карьеру, потому что стартаперы, да, большинство людей проваливаются, да, и сейчас в последнее время тенденция, наоборот, брать людей, которые терпели неудачи, потому что, если они терпели неудачи, шанс, что у них будет удача выше, потому что человек, который всегда удачлив, рано или поздно, у него будет неудача, ну, так мир устроен, да, вот, а так он уже совершил кучу ошибок, и ты его берешь уже достаточно опытного, поэтому, а с волнением справиться, есть физиологические способы справиться с волнением, например, спикеры, или спортсмены, если вы понаблюдаете там перед стартом, например, особенно пловцы это часто используют, но и спикеры многие, которые выступают, есть такой способ, просто физиологически, да, нужно руки широко раскрыть, и вот так вот несколько раз, вот так вот руками очень широко сделать, когда вы так сделаете раз 10, только главные движения должны быть такие вот очень широкие, у вас грудная клетка, и вообще весь организм насытится кислородом, у вас изменится внутри соотношение гормонов, и это очень сильно помогает, второе, что очень сильно помогает, когда вы выступаете, если вы волнуетесь, возьмите что-то в руку, например, вот я часто, когда учу тренеров, кликер, то, что переключает слайды, используем как стабилизатор, если нету кликера, возьмите маркер в руку, но только, ну, то есть, что-то, но не очень сильно заметное, потому что, когда вы с маркером, может, вы там что-то хотите нарисовать на флипчарте, то есть, когда вы сжимаете что-то в руке, но только не показывайте все время кулак, кому вы рассказываете, это как будто угроза, но сжимая что-то в руке, у вас в какой-то момент волнения становится все меньше и меньше, потом можно этот предмет там положить, когда вы поняли, что справились с волнением, мне больше нравятся какие-то технологичные способы работы с волнением, а не аутотренинг такой, там, я не волнуюсь, я не волнуюсь, я крутой, я готов, нет, тоже классно, но не всегда помогает, а когда вы в руке что-то держите, это гарантированно поможет, на шатырь, да, но если я понюхаю на шатырь, я приду в такое, мне кажется, состояние, которое вряд ли поможет мне, да, нет, если вы волнуетесь так, что вам нужен на шатырь, да, но главное, что если чуть-чуть на шатыря, да, есть такой способ, многие это делают, даже футболисты, иногда там присмотреться, можно увидеть, что они, ну, не все, но некоторые делают, да, спасибо, Олег, что напомнили, напомнили, будет ли продолжение обучения, более подробный разбор, конечно, ну, я думаю, что у вас будут спикеры, которые будут про социальное проектирование рассказывать вам, что оно есть, как оно устроено, и так далее, да, еще раз, у меня была задача показать, какие из инструментов работают в личной жизни, да, не научить вас социальному проектированию, а показать те инструменты, о которых нужно точно помнить, и которые важны, вот, мой час закончился, если еще есть вопросы, пожалуйста, да, я потом могу на них ответить письменно, если вопросов больше нет, спасибо большое, мне было очень приятно с вами провести это время, жаль, что не видно всех в Zoom, и жалко, что, конечно, неочно, потому что Zoom, к сожалению, не заменит очный, хотя в онлайне тоже миллион есть, конечно, преимуществ, да, хочется больше, согласна, вообще, час — это очень мало времени, да, там про многое можно очень долго рассказывать, да, можно ВКонтакте обменяться, у меня нету соцсетей, это моя сознательная стратегия, у меня никогда их не было, я знаю, как их вести, но у меня нет соцсетей, потому что, ну, есть много разных причин, да, когда-то давно я решила, что это, там, моя стратегия, поэтому, к сожалению, у меня нет соцсетей, но я могу оставить, ну, обычно, да, если там организаторы не против и они напишут сейчас, что не против, я могу оставить вам адрес электронной почты, я обычно всегда оставляю, и если у вас есть какой-то вопрос, там, какую-то книгу или еще что-то, если какой-то короткий вопрос, я всегда отвечаю и, да, с удовольствием отвечу, да, на вопрос, там, может быть, не в день в день, может быть, через пару дней, но всегда отвечаю, поэтому, если организаторы там не против, я могу оставить адрес своей почты, И если вдруг какой-то вопрос будет по книжке или еще почему-то, я с удовольствием это сделаю. Да, не против. Пишет Никита. Никита, я надеюсь, что вы организатор. Я вижу, что кто-то поднял руку, а я не знаю, если вы хотите включить микрофон и что-то спросить и сказать, то, наверное, организаторы могут это сделать. Я просто увидела, что кто-то из участников, написано, что поднял руку. Поэтому давайте готовы ответить на вопрос и не только письменный, но и личный. Да, мне кажется, была рука. Ну, я просто сейчас не вижу, к сожалению, полный экран, не вижу всех. Окей. Тогда спасибо всем большое. Если у вас какие-то остались вопросы, я готова еще раз коротко на них ответить. Спасибо большое. Всем хорошего дня, успешного форума и желаю вам всем защитить проекты и получить грант, если у вас есть такая цель. И делать проекты, которые в первую очередь вдохновляют вас. Потому что если вас проект не вдохновляет, он не вдохновит и людей, которые будут вас слушать и решать, применять грант или нет. Я считаю, что нужно не делать не конъюнктурный проект, а самим создавать тренды. То есть если вы этот тренд делаете, если вы верите в проект, то точно в него все получится. Поэтому если вы верите и с волнением точно справитесь и с чем угодно. Главное верить. Потому что настоящих буйных мало. Я надеюсь, что вы настоящие буйные и точно у вас все получится. Всем спасибо большое. Пока. Ребята, хочу сказать еще раз, что у нас сегодня с вами будет практическое небольшое занятие, а не теоретическое. Я надеюсь, чтобы немного вас отвлечь от вот этой вот части огромной информации. Потому что я знаю, что социальное проектирование это далеко не просто. И вам нужно, конечно, что-то такое, чтобы немного взбодриться. Тем более у нас утро, и мы с вами проведем своеобразную голосовую, так скажем, зарядку. Я сейчас небольшой кусочек застала вашего мероприятия, предыдущего лектора, и поняла, что вас очень волнует вопрос волнения защиты во время защиты проектов. И на самом деле я не хотела, конечно, большой акцент в своем выступлении на этом делать, но мне кажется, что придется. Потому что это действительно важная вещь. Дело в том, что я и сама защищала не раз социальные проекты, и знаю, что защита это, конечно, очень-очень волнительно. Но все же прежде знаю, что побежала вперед и забыла вам представиться. Меня зовут Татьяна. Татьяна Данчишина. Наверное, вы уже знаете, что я являюсь ведущей нескольких радиостанций в городе Омске. Это новое радио и дорожное радио. Когда-то это была еще милицейская волна, но сейчас все немножко поменялось. Поэтому, конечно же, первый раз, да, главное, вернее, о чем вам хочется сказать и о чем я могу сказать, это, конечно же, какие-то голосовые вещи, наша речь. Вот, я стала видеть чат. Здорово, что все меня слышно. И то, что да, то, что я волнуюсь. На самом деле я хочу согласиться с предыдущим оратором. Это действительно так, потому что всегда, если мы болеем чем-то, если мы переживаем за результат, то, конечно же, мы будем волноваться, удастся ли нам донести свою мысль, удастся ли нам получить отклик от аудитории. Это действительно очень важно. Я считаю, что такие вещи, как аутотренинг, о котором раньше уже тоже было сказано, конечно, они здесь и сейчас, и сиюминутно не работают. Но если вы будете заранее себя настраивать, если вы будете себя готовить к тому, что это не последняя защита в вашей жизни, у вас еще впереди очень много шансов, и если не получилось сейчас, то получится обязательно в будущем, значит, это просто сейчас не ваш шанс. Кроме того, нужно учитывать, что в жюри очень часто тоже сидят люди, которые могут ошибаться и могут где-то не понять, не разглядеть ваш проект, не понять, насколько он важен здесь и сейчас, а, возможно, вам нужно еще будет над ним поработать. Поэтому не нужно ставить на этом крест, поэтому не нужно говорить, что себя настраивать так, что здесь и сейчас, а больше никогда. Нет, это не так, это самый главный аутотренинг, который, я считаю, вы должны с собой проводить, вы должны себя таким образом настраивать, у вас впереди еще очень много возможностей, которыми вы должны пользоваться. Ну и, конечно, хотелось бы сказать о практической какой-то части, раз уж мы сегодня с вами практикой занимаемся, то, конечно же, очень важны для успокоения нервной системы нашей дыхательные различные практики. Наверняка вы слышали о том, что существуют там определенные системы вдохов-выдохов, но если такую взять основополагающую, то это же, конечно, длинный выдох, акцент именно на длинном выдохе. Мы можем даже сейчас с вами потренироваться, вы можете сидеть или стоять. Я стою специально, потому что нам так проще будет делать упражнения. Вот, но, в принципе, сидя, вы тоже можете это делать. Если вы стоите, то обязательно должны в устойчивом положении находиться на двух ногах. Вот, если сидите, то тоже, пожалуйста, с ровной спинкой. И, ну, постарайтесь все-таки участвовать, потому что мне хотелось бы вам немного интересной какой-то практической информации донести и немного вас расшевелить. Так вот, давайте все-таки начнем с противострессового дыхания. Самое главное, запомните, мы делаем стандартный вдох, задержку, вот когда мы сделали уже стандартный вдох, да, сделали задержку на несколько секунд и потом максимально длинный выдох. Мы сейчас несколько раз с вами потренируемся, а затем вы можете запомнить, что перед своими выступлениями вы всегда можете это практиковать. Например, если вы стоите где-то за сценой, у вас осталось там 5-10 минут до начала, и вы чувствуете, что вы действительно волнуетесь и не можете с собой совладать, то вот эта практика, она вполне себе применима и можете ее использовать. Давайте попробуем с вами вместе. Делаем вдох, задержка и максимально длинный выдох. Еще раз вдох, задержка и максимально длинный выдох. Чтобы успокоиться, нам с вами, ну, конечно, всем по-разному, но достаточно хотя бы 5-6-7 таких циклов. Существуют и другие техники, мы сегодня не будем в них углубляться, и, собственно, не это наша цель. Я просто поняла, что вам это интересно, и мне захотелось про это сказать. И также существует такая вещь, о которой косвенно сказали передо мной, да, это выполнение физических упражнений. На самом деле, на чем это все строится? Это связано с тем, что нам нужно наш зажим эмоциональный и голосовой зачастую перевести в какие-то другие мышцы. Значит, соответственно, нужно их хорошенько напрячь. Самое простое – это максимально сильно зажимать кулачки. Опять же, вы стоите за сценой, вы очень сильно волнуетесь, вы напрягаетесь, да, задерживаетесь в таком положении на какое-то время и максимально расслабляетесь. И несколько таких циклов. Давайте с вами попробуем на примере сжатия кулачков. Максимально напрягаемся, держим, 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 и расслабляемся. Да, и еще несколько раз нужно сделать несколько таких циклов. Очень простые упражнения, но я надеюсь, что они вам помогут. Мы сейчас проговорили про то, что дыхание очень важно для нормализации нашего психологического состояния, нашего нервного состояния, чтобы себе все-таки как-то помочь. А скажите мне, как вы считаете, насколько дыхание важно для нашей речи и для нашего голоса? Можете прямо вот в чате писать, потому что я сейчас его вижу. И как считаете, напишите, да или нет, важно дыхание или не важно для нашего голоса, то, как мы дышим? Вот, я вижу, слушайте, замечательный ответ. Это основное. На самом деле это действительно так. Дыхание – это как раз-таки основа нашего голоса. Действительно, вы правы, ребята, очень здорово, это очень круто. Существует... Дело в том, что я какое-то время занималась очень продолжительной и эстрадным вокалом еще, и, соответственно, конечно, пение очень завязано на дыхании на нашем, да, и поэтому, конечно же, я знаю, как никто другой, что очень важен столб воздуха, как говорят вокалисты, да, очень часто. Вот если он у нас сильный, большой такой, да, если у нас большие легкие, которые имеют большой объем и способны прогонять большое количество воздуха, то, конечно, мы с вами тогда большие молодцы и сможем владеть больше, с большей вероятностью, да, своим голосом, чем те люди, которые не умеют правильно дышать. И что, как вы считаете, самое важное – вдох в нашем дыхании или выдох, именно если речь идет про голосообразование, да, не просто про наши потребности организма. Что важнее – вдох или выдох? Что вообще такое наша речь? Выдох, да. Все правильно, да, и это значит, что мы с вами в первую очередь должны работать над нашим выдохом, над качеством нашего выдоха. Вот сейчас, когда я вам давала упражнение на успокоение, да, нервной системы и приведение себя в стабильное состояние, как раз тоже мы делали акцент с вами на выдохе. Вот и в следующем упражнении мы попытаемся потренировать наш выдох. Строится оно таким образом. Мы с вами проговариваем слово «здрасте», да, стараясь максимально тянуть буковку «с». Для этого, конечно, в идеале нам нужно с вами встать, потому что нам нужно наклониться вниз, да, согнуться, меня сейчас не очень будет хорошо видно, но тем не менее. То есть вы сложили ручки перед собой, говорите «здрасте» и на буковке «с» начинайте наклоняться вниз. Для чего мы это с вами делаем? Для того, чтобы немного себе физически помочь, чтобы нажать на область живота, да, потому что у нас здесь происходит давление, и значит, нам проще с вами сделать выдох. Задача ваша состоит не только в том, чтобы максимально длинным сделать этот выдох, но и в том, чтобы сделать его максимально ровным. Потому что, может быть, ситуация такая, я не знаю, будет ли сейчас слышна какая-то разница вот в дистанционном, да, формате с использованием микрофона, но может быть такая ситуация, когда мы выдыхаем очень неровно. Например, можно сравнить с шариком, да, воздушным, который резко отпускают, и он вот так начинает сдуваться, соответственно, у него и звук, да, «выдоха» в кавычках, выдоха шарика, он очень неровный. То есть «здра-с-с-с-с-с-с». Это очень важно. Кажется, что такая незначительная вещь. На самом деле, конечно, нужно стремиться к тому, чтобы выдох был максимально ровным. Давайте попробуем пару раз хотя бы. Я призываю вас сделать это вместе со мной, ну или хотя бы запоминать, потому что в будущем это вам тоже, я думаю, пригодится. Вдох и «здра-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с». Когда вы опускаетесь вниз, когда вы максимально уже сделали выдох, да, на последнем издыхание делайте «те» последние остатки воздуха, мы с помощью «те» с вами выпускаем. Давайте еще раз попробуем. Здравствуйте! Напишите мне, пожалуйста, кто-то вообще попробовал, и получается ли у вас какую-то обратную связь мне дайте. Вообще, и можете еще, кстати, написать, делал ли кто-то когда-то подобные вообще упражнения в своей жизни, и вообще работали ли вы над дыханием. Да, здорово получается. Здорово, отлично, я очень рада. Если вы захотите потом какую-то адресную обратную связь получить, у меня есть социальные сети, вы можете там писать мне, я пусть не очень оперативно, может быть, но все равно отвечу. Если вы хотите дальше свое дыхание тренировать, то запомните, что все упражнения на выдох, а их очень много, с шипящими звуками, они на самом деле очень полезны, и в разных вариациях вы можете их делать. Сейчас, конечно, мы не будем на этом останавливаться, что хочу перейти к следующему упражнению, оно тоже связано с дыханием. Существует такая скороговорка, может быть, вы ее слышали, как на горке, на пригорке стоят 33 горки. Вот мы с вами должны проговорить эту скороговорку, да. Педагог по вокалу часто говорил про дыхание, это действительно так, ну потому что, если в речи мы этому не придаем такого значения, да, и не уделяем большого внимания, то в вокале, конечно, ну без этого вообще абсолютно никак. Хотя и в речи, честно говоря, это очень неправильно, что мы этот момент упускаем. Дело в том, что зачастую волнение как раз-таки может быть связано не только с тем, что вы вообще боитесь публики, а с тем, что вы боитесь в принципе говорить. И, конечно, когда вы не умеете говорить и боитесь говорить, выходите, понятно, что это будет огромный стресс для человека, и, конечно, это очень сложно пережить. Я на самом деле сама очень такая эмоциональная девушка, не в том плане, что я вспыльчивая, да, или как-то, но если это связано с какой-то деятельностью публичной, то особенно когда я начинала этим заниматься, это было очень волнительно. Я как раз-таки из тех людей, которым можно было приносить нашатырь, вот, но это на самом деле не очень хорошая идея, и любые успокоительные средства тоже не очень хорошая идея. У всех по-разному организм реагирует, и вы можете себе навредить и еще больше замедлить свои реакции, в результате получится совсем нехорошая история, чего нам, конечно, не нужно. Поэтому давайте добиваться этого упражнениями. Так вот, возвращаемся к скороговорке, как на горке, на пригорке стоят 33 горки. Мы с вами вместе проговариваем, а затем наша задача на одном дыхании, не делая до вдохов, посчитать и горок. Не нужно громко это делать, но в таком достаточно среднем диапазоне громкости, да? Раз, игорка, два, игорка, три, игорка, четыре, игорка, пять, игорка, шесть, игорка, семь, игорка, восемь, игорка, девять, игорка, десять, игорка, и так далее, и так далее, и так далее. В идеале мы стремимся к 33 и более, но, конечно, если поменьше, ничего страшного. Давайте попробуем с вами вместе. Итак, раз, два, три. Как на горке, на пригорке стоят 33 игорки. Вдох, и считаем. Сейчас считайте каждый в своем темпе. Конечно, желательно считать достаточно быстро. И сейчас, когда вы досчитаете, вы мне, пожалуйста, тоже в чате напишите, какие у вас цифры получились, какое количество игорок. Да, вот все говорят, любимая буква «р» здесь в этой скороговорке присутствует. Это действительно так. Наши задачи сейчас на ней не концентрироваться, мы не должны стремиться ее прям четко-четко проговорить. Вот, но все-таки мы здесь делаем акцент на дыхании. Да, вот стали писать уже. 25 игорка – это хороший очень результат. Это очень хорошее. 27 – тоже очень здорово. Ну, то есть такой прям на крепкую четверочку. 36 – это уже 5 и 5 с плюсом даже, я бы сказала. Вот наша с вами задача, делая это упражнение достаточно часто, да, стремиться к тому, чтобы количество игорок, естественно, увеличить. Пока кто-то еще досчитывает или пишет в чате, я продолжу, чтобы мы с вами на этом не останавливались. Для того, чтобы увеличить количество игорок, да, здесь и сейчас, нам нужно с вами дать какую-то нагрузку на наш дыхательный аппарат. Это, собственно, так же, как и с любой физической активностью. Мы никогда не начинаем с поднятия больших весов. Мы всегда начинаем с разогрева, с разминки. И поэтому постепенно переходим уже к более сложным упражнениям. И, соответственно, здесь точно так же. Так вот, дыхательная система, она также в ходе упражнений и разрабатывается. Именно в ходе физической активности я сейчас имею в виду. И для того, чтобы нам с вами это проверить, мы с вами проговорим такое четверостишее, небольшое кусочек стихотворения. На самом деле оно длиннее, но у нас, я взяла просто маленький, чтобы мы смогли с вами понять, в чем суть. Звучит оно так. На скакалке я скачу, научиться я хочу, так владеть дыханием, чтобы звук держать оно могло бы. Возьмем маленький кусочек. На самом деле оно раза в три больше. Наверное, как вы уже поняли, по смыслу мы должны проговаривать его и прыгать на скакалке, якобы. Ну, то есть имитировать прыжки на скакалке. Давайте сейчас попробуем. Встаньте, у кого есть возможность, это было бы очень здорово. Мы с вами встаем. Один Егорка у кого-то получился, вижу, но это ничего, ничего страшного. Взяли воображаемую скакалку в руки, сделали вдох максимально глубокий, причем не поднимая плечи, не вот сюда куда-то в грудь, а поглубже, в область диафрагмы. Или, если так, внешне давать какие-то ориентиры, в область живота. Сделали вдох, взяли скакалку и на скакалке я скачу. Научиться я хочу так владеть дыханием, чтобы звук держать оно могло бы. Вот, наша задача с вами максимально ровно, да, держать свое дыхание. Опять же, не позволять ему прыгать, не позволять себе задыхаться. Таким образом, мы отлично разрабатываем дыхательную систему. И если сейчас мы не будем это делать, потому что я не уверена, что, во-первых, все прыгали, а, во-вторых, ну, просто чтобы на этом не останавливаться. Но если бы сейчас мы с вами сделали повторный Егорок, то, скорее всего, после вот этой тренировки, после того, как кровь у нас кальвиолкам в легких приливает, да, мы бы с вами больше Егорок насчитали. Если вам интересно, вы можете такой эксперимент потом с вами провести и убедиться в том, что это действительно так. Вот, мы с вами закончили с дыханием, такой небольшой блок, конечно, можно было бы еще много всего сделать. И перейдем к следующей важной составляющей нашей речи и того, как мы говорим, это артикуляция. Как раз-таки здесь вот заходит речь о наших буковках R, о том, насколько четко мы с вами говорим, потому что правильно дышать – это важно. Но если у нас здесь не будут работать мышцы, то, конечно, мы с вами ничего четко сказать не сможем. Артикуляционный аппарат – это все мышцы внешние и внутренние, собственно говоря, наш язык, как вы знаете, самая сильная мышца в нашем организме. Мы с вами можем сейчас поделать очень забавную артикуляционную гимнастику. У вокалистов это называется сухой разминкой, сухой распевкой, вернее, а у нас с артикуляционной гимнастикой. Например, такие упражнения – уточка, вы можете все это делать, вперед губки вытягиваем, правильно, и теперь в улыбочку. Кто-то еще и горок досчитывает, молодцы. И наша задача сейчас с вами сделать это максимально быстро. Уточка, улыбочка. Давайте прям 10 повторений. Наверняка, вот если с непривычки, то наверняка вот здесь прям может мышцы сводить. Напишите, если действительно у кого-то какой-то эффект. Но может быть, да, здесь такое очень теплое ощущение тепла, потому что мы действительно с вами тренируем, разогреваем мышцы. Следующее упражнение – делаем уточку и по кругу вводим сначала в одну, потом в другую сторону. Давайте пять раз в одну, пять раз в другую. Уточка и пошли. И в другую. Здорово. Мы можем с вами пожевать губки. Вообще, все упражнения в артикуляционной гимнастике, которые связаны с тем, чтобы немного пожевать самого себя, они очень хорошо разогревают, потому что кровь быстро приливает. Но вы все-таки не перестарайтесь, не надо ничего себе откусывать и прикусывать. Там буквально чуть-чуть просто вот так кусаем губы. Посмотрите. И верхнюю. Очень здорово покусать язык по сторонам. Да, давайте с одной стороны чуть-чуть. И с другой стороны. И кончик языка. Здорово. Туда-сюда. Вот. Можем еще такое упражнение. Закрытый ротик у нас, да. И мы опять же разогреваем язык. Закрыли. И наша задача – проткнуть щечки изнутри. Смотрите. Задача максимально быстро это делать, да. При этом, конечно, язык действительно устает, особенно с непривычки у людей. Напишите мне, кто делал сейчас, да, и у кого получилось, не получилось. Какие у вас вообще ощущения? Тепло ли вам? Разогрели ли вы свой рот? На самом деле, очень здорово. Это, да, щуки устали, язык наверняка тоже устал. Очень здорово это делать. Тренируйтесь. Я вот помню, что год назад мы тоже проводили подобный мастер-класс, и девочки очень сильно интересовались, худеет ли от этого лицо. Ну, конечно, без какой-то диеты, да, и ограничения калорийности. Тотально оно не похудеет, но все-таки форму определенную придать скулам, да, и щекам можно, поэтому, девочки, для вас дополнительная мотивация. Я специально говорю, чтобы вам какие-то дополнительные крючки дать для того, чтобы это делать. Вот, мы с вами поговорили про дыхание, проговорили про четкость речи. Еще одна важная составляющая – это интонирование. Пожалуй, вот сейчас мы сделаем последнее с вами упражнение, будем на этом заканчивать. Интонирование. Вы наверняка еще из школьной программы знаете, что предложения вопросительные у нас имеют восходящую интонацию, восклицательные предложения, восходящую интонацию, нисходящую интонацию. Предложение, где стоит точка, где стоит двоеточие. Казалось бы, какая-то глупость, зачем на этом акцентировать внимание, но на самом деле именно интонирование нам помогает расставлять правильные акценты в нашей речи. Например, вот сейчас я задам вам такой вопрос. Помните все скороговорку, да, корабли лавировали, лавировали, да не выловировали. Смотрите, спрашиваю. Корабли лавировали, лавировали, да не выловировали. Скажите, на каком слове я сделала акцент, о чем именно я спрашиваю? Корабли лавировали, лавировали, да не выловировали. Как вы думаете, к какому слову, да, как бы я задаю вопрос? Корабли, да, правильно. А можно по-другому спросить. Корабли лавировали, лавировали, да не выловировали. То есть я как раз за счет интонации выделяю вот это слово. Это очень важно, уметь расставлять такие акценты. И когда, кстати, вы будете проводить защиту своего проекта, вы, во-первых, очень четко проработаете текст. Никогда не бывает такого, поскольку я человек, который очень плотно работает именно с текстами, я хочу тоже вам об этом сказать. Никогда не бывает так, что вы вышли и просто вот я знаю, это мой проект, и я сейчас все о нем расскажу, мне не нужно никакой заранее подготовки и не нужно текста, это не так. Вам нужно заранее его очень четко прописать, чтобы вы понимали, что вы укладываетесь в хронометраж, потому что там обычно очень четкие временные рамки. Конечно же, это все проговорить и расставить акценты. Акценты как раз расставляют за счет интонирования, за счет пауз, да, поэтому вы должны этому учиться. Это очень важно. И вам это тоже поможет в подготовке. Я хочу, ребят, также сказать, что, конечно, в нашей речи еще очень и важен ритм, очень важна динамика. Динамика – это то есть громкость, и громкостью вы тоже можете расставлять акценты. Понятно, что вы не должны кричать где-то или говорить шепотом, но, тем не менее, таким образом акценты тоже можете расставлять. И, конечно же, темп речи. Я сейчас говорю в быстром темпе, потому что мне нужно максимально много информации вам выдать, но вы должны для своего выступления выбирать средний темп, не гнать, но и при этом, конечно же, не замедляться. И еще одна важная составляющая, которая нам помогает говорить, как бы это ни было странно, наши эмоции, потому что все, что написано на нашем лице, оно также отражается в нашем голосе. Если вы будете себя заставлять улыбаться, то вот этот импульс мышечный, он действительно пойдет прямо вот сюда, вам в черепную коробку, и это вам поможет правильно настроить свой речевой аппарат. На самом деле, опять же, такая интересная особенность, вокалисты, всегда у них есть такое даже выражение, они поют на улыбке. Понятно, что, конечно, когда речь идет о какой-то лирике-лирике, это какая-то внутренняя улыбка, не сильно видимая, но если это что-то достаточно позитивное, вокалисты всегда поют на улыбке. Для чего? Для того, чтобы подать, придать голосу вот эту правильную эмоциональную окраску. Я призываю вас всеми этими рычагами пользоваться и в своей жизни. Вот, ну, только народное пение, нет, я не совсем соглашусь, потому что я занималась эстрадным вокалом, конечно, академически мы не будем сейчас с вами, да, затрагивать, там совсем другая история, но у эстрадников тоже это очень важная все-таки составляющая, потому что мы даже говорим на улыбке, ну, то есть мы дикторы, люди, которые работают на радио, мы говорим на улыбке, несмотря на то, что у нас часто речь идет о какой-то серьезной информации, потому что это определенный посыл, определенная окраска голоса. Ребят, за ними... Вы можете, если вы заинтересованы, написать мне, я вам что-то подскажу, вы можете найти их в интернете, потому что это, ну, очень открытая информация и много разных вариаций, вот. Как часто делаю я эти упражнения? А вы знаете, по-разному бывает вообще, в идеале, конечно же, нужно перед началом любой активной речевой деятельности, например, вот я сажусь, выхожу в эфир, да, и мне нужно, конечно, разогреть голосовой аппарат, но не всегда это, к сожалению, так получается, потому что часто ты уже в процессе работы включаешься. Но на первых порах я действительно очень регулярно выполняла эти упражнения. Ну, слушайте, ну, лет пять, наверное, раза три в неделю я стандартно их делала. В идеале можно и больше времени на это уделять, потому что, ну, пять-десять минут в день почему на себя не потратить? Это было бы очень здорово и для вас полезно. Хочу напоследок сказать, знаю, что нам, к сожалению, уже нужно с вами заканчивать, что это очень важный навык, как сейчас принято говорить, навык soft skills, то есть мягкие навыки, да, которые вам пригодятся абсолютно везде, чем бы вы ни занимались, идёте вы на защиту, у вас какая-то своя профессия, пусть она даже не голосовая, но вы должны уметь общаться с людьми, и то, как вы говорите, то насколько у вас богатый словарный запас, да, сейчас мы этого не касались, насколько красиво звучит ваш голос, тембр вашего голоса. У меня, кстати, сейчас, может, и не очень приятно, потому что я очень простывшая, вот, но тем не менее, над этим нужно вам работать, к этому нужно стремиться. Если хотите раскрыть свой тембр, самое простое упражнение, которое вы можете делать, это мучание. Вот всегда, когда можете, с закрытым ртом, мучите, едите в транспорте, мучите, сидите дома, мучите. Я хочу вдогонку вам сказать, безотносительно вот даже к голосовым каким-то навыкам, вы говорили прежде, что делать, если у вас какие-то неудачи, и что, как это всё переживать, и как жить дальше. Я хочу вас призвать к тому, чтобы вы просто, несмотря ни на что, шли вперёд, несмотря на какое-то чужое мнение, несмотря на сложности и преграды. Буквально вчера я совершенно случайно посмотрела интервью Глуховского, это Дмитрий Глуховский, автор нескольких книг, вы знаете, текст была по нему, экранизация, метро и так далее, и так далее, и он на вопрос о том, как добиться успеха, сказал, что нужно долбить, долбить и ещё раз долбить. Вот и я вам тоже желаю того, чтобы вы, несмотря ни на что, шли к своей цели упорно, никого не слушали, потому что, если вы действительно этого хотите, то у вас не будет лени, вы сможете себя перебороть, вы всего добьётесь. Вот, ребят, большой удачи вам, мне было приятно сегодня с вами пообщаться в таком, пусть и дистанционном формате. Тема нашей встречи заявлена как лидерство и харизма. И я знаю, что участники нашей сегодняшней встречи – это люди, которые занимаются социальным проектированием, это люди, которые занимаются лидерством в определённых проектах. Пожалуйста, если есть у нас кто-то, кто не является лидером в проектах, вы мне маякните, вы мне тоже что-нибудь напишите, давайте мне обратную связь вообще по результатам того, что у нас будет происходить, чтобы я понимал, всё ли у нас идёт по плану и для всех ли актуально то, о чём мы с вами говорим. Значит, я сейчас вам буду показывать слайды, но я предполагаю, что наша встреча с вами будет такая не лекционного формата, я хочу, чтобы у нас была попытка какого-то диалога, несмотря на то, что это довольно сложно организовать вот в таком режиме дистанционном. Значит, давайте будем начинать организационную часть. у нас с вами осталось примерно 45 минут на вот это замечательное действо. Итак, презентацию видно. Я надеюсь, что все всё видят, всё хорошо. Итак, друзья, мы сегодня, значит, разговариваем о том, что такое лидерство и, собственно, что нам с этим делать, нужно оно вам или не нужно, как его развивать, если оно нужно, или, может быть, оно неразвиваемо, потому что многие считают, что лидерство и харизма – это вещи, которые даны нам от рождения. Сейчас вот мы с вами сидим на таком дистанционном мероприятии, ровно после этого мероприятия у нас, у меня начнётся очный тренинг, вот буквально в этом помещении придут люди развивать своё лидерство. И хочу сказать, что, соответственно, вывод у нас какой – лидерство – это штука развиваемая. Если бы это было дано от рождения, и мы бы с вами все в этот момент понимали, что всё, вот такой наш уровень лидерства, и больше мы его не повысим, то было бы очень грустно, и мы бы с вами здесь, наверное, не сидели. Давайте в двух словах скажу о себе. Какое моральное право имеет какой-то там человек учить умных взрослых людей лидерству и вещам с этим связанным? Меня зовут Евгений Лукинос, я директор компании «Мост Консалтинг» и занимаюсь обучением людей в софт-скиллам. Вот на протяжении, здесь в этой презентации написано, что 8 лет, по факту уже, наверное, как минимум 10. И много разных компетенций я у людей стараюсь развивать. Это коммуникативные компетенции, это переговоры, публичные выступления. Всё, что у нас, ну или почти всё, что относится к категории так называемых софт-скиллов. Есть навыков, которые позволяют нам становиться успешным в совершенно любом деле, которым мы бы занимались. Пару лет назад я принял участие в таком мероприятии, которое называется «Лидеры России», всероссийский конкурс, организованный по инициативе президента нашей страны. Это такой чемпионат России по лидерству. Мне было интересно, насколько я, как тренер, развивающий в людях вот этот лидерский потенциал, насколько я могу сам показать свой уровень лидерства и получится ли у меня это сделать успешно. В этом конкурсе принимают участие обычно больше 200 тысяч человек по всей стране. И в первом сезоне этого конкурса, в 2018 году, я занял первое место по Сибири и потом выиграл в финале российского конкурса. Соответственно, это для меня было таким подтверждением, что к лидерству я имею не косвенное отношение. И дальше я после этого помогал некоторым людям становиться лидерами и в том числе и участвовать в этом чемпионате по лидерству. И на данный момент мною воспитано, в кавычках слово, воспитано, конечно, уже более 30 финалистов конкурса лидеры России и получается 12 победителей. Вот. Итак, значит, будем надеяться, что какое-то моральное право у меня есть вам что-то рассказывать про лидерство, но давайте поговорим вообще, что же это такое. Как вы вообще себе представляете, что такое лидерство? Я хочу, чтобы вы сейчас, у нас немного, но я уверен, что вы, ребята, активные, чтобы вы написали в чат свои версии того, что такое лидерство. Как вы вообще это понимаете? Одним словом просто напишите, о чем вы представляете, мы сегодня будем говорить. Давайте, друзья. Команда, есть мнение. Так, ну давайте, коллеги, активнее. Команда, ответственность, способность вести людей за собой. Такое качество человека, безусловно. Ведут за собой множество человек, ну или вот у меня на картинке там даже утята. Один ведет других, преодолевая препятствия. Уверенный, инициативный, коммуникабельный человек, умеющий брать ответственность на себя, принимать решения. Отлично. Инициатор «Маяк» от Евгения Шмидт. Мне очень нравится ваша формулировка «Маяк». Круто. Особность опроверговать команду и нести ответственность за себя лично и всю команду в целом. Слушайте, ну супер. Вы люди, которые понимают лидерство так же, как его понимаю я, поэтому уже у нас с вами, как говорится, одно понятийное поле. Это просто замечательно. Многие понимают лидерство как некую формальную способность управлять, то есть если у меня есть организаторские полномочия, если я являюсь руководителем какого-нибудь уровня, и у меня есть подчиненный, то это есть лидерство. Конечно, такое понимание привратное. Это полная ерунда, потому что я знаю кучу руководителей, которые совершенно не являются лидерами, и огромное количество лидеров, которые не являются формальными руководителями. В первую очередь опыт, чтобы люди доверяли тебе, шли за тобой, тогда команда будет шикарной и будет идти только вперед. Анастасия, вы этой формулировкой могли кого-то напугать, потому что, если я правильно понимаю, у нас сейчас в нашей конференции много людей, которые относятся к категории начинающих еще лидеров и не имеют этого самого опыта. И я в целом согласен с тем, что нужно, конечно, чтобы люди доверяли, безусловно, потому что очень странно, как они пойдут за тобой, если доверия нет. Но не думаю, что опыт является ключевым фактором успеха в этом деле. Я видел такие ситуации, когда человек, допустим, 23-25 лет организовывал команду гораздо более опытных людей. Например, на тренинге моем буквально полторы недели назад у меня была девушка, ей 24 года, средний возраст участников был порядка 35-40 лет. И вот эта девушка 24 лет, она просто взяла все в свои руки. И я параллельно во время тренинга веду рейтинг успешности каждого участника, я провожу в СМОН-центр, оцениваю каждого по всем компетенциям. И в итоге она заняла второе место в этом тренинге, не обладая, по сути, большим управленческим опытом. Два года назад человек окончил университет. Так, ну что, друзья, ладно, давайте будем с вами разговаривать о том, из каких составляющих это лидерство в целом состоит, как оно выглядит фундаментально. Но то, что вы написали, это, безусловно, совпадает с моим представлением. Итак, можно представить себе лидеров разных. Лидеров, которые лидируют разными инструментами, разными, скажем так, концепциями даже лидерства, что ли. Давайте посмотрим, какие они бывают. Значит, мы с вами в нашем определении темы написали «лидерство и харизма». Так вот, первый тип лидерства – это такой красавчик, это эмоциональный лидер. Это вот как раз тот самый лидер, который с харизмой. Это тот самый лидер, который заражает своей энергетикой, который мотивирует, который вдохновляет. Поэтому за ним идут. Потому что он, вот он тот маяк. И даже не то, что этот маяк просто стоит где-то вдалеке, и нам его видно. Этот маяк светится изнутри. И поэтому нам хочется, даже совершенно, может быть, иногда необъяснимо для себя, двигаться за ним. Как мотыльки, мы летим на этот свет, мы идем за эмоциональным лидером. У эмоционального лидера есть еще одна особенность. У него обычно такая очень хорошо заряженная батарейка. Вялого эмоционального лидера я ни разу не видел. Хотя, наверное, можно себе такое представить. Бывает, что эмоциональный лидер, он лидирует даже негативной эмоцией. Я не буду сейчас долго об этом говорить, но есть такой нюанс. И есть такая разновидность эмоциональных лидеров. Значит, эмоциональный лидер – это, в первую очередь, человек, который достаточно или даже очень хорошо владеет эмоциональным интеллектом. Я не знаю, насколько вы в курсе, что это такое, но это один из самых важных софт-скиллов, которые в современном обществе нам на практике требуются. Эмоциональный интеллект – это умение управлять эмоциями своими и эмоциями других людей. Но мы, наверное, об этом чуть подробнее скажем, чуть позже. Итак, это всего лишь один способ возглавить и повести за собой команду людей. Если вы не обладаете харизмой, если вы не обладаете такой батарейкой, которая не разряжается на протяжении дня, недели или года, ничего страшного на самом деле нет. Это не значит, что вы не можете даже в текущий момент быть лидером. Вы, конечно, можете и развить свой эмоциональный интеллект и стать эмоциональным лидером, но можете этим не заниматься. Можете пойти по другим направлениям. Например, организационный лидер. Кто-нибудь в курсе, что за дяденька изображен на этой фотографии? Я думаю, что первого вы узнали хорошо и быстро, а вот второго не тянет. Давайте, какие версии? Кто этот человек? Организационного лидера знают очень многие. Я думаю, что если я вам скажу его фамилию, вы точно ее слышали много раз. Почему именно он представлен? О! Пошли уже более квалифицированные мнения на этот счет. Короче, действительно, это так. Это Генри Форд. И именно он около века назад стал очень хорошим примером организационного лидера. Лидера, который смог именно выстроить процесс. Именно организовать команду таким образом, чтобы эта команда давала колоссальный, очень высокий результат. И организационный лидер – это лидер, который обладает компетенциями именно этого организационного управления, модерацией групповой работы. То есть вы, когда проводите совещание, вы когда проводите какую-то встречу, вы можете это делать абсолютно как-то интуитивно пытаться решать проблему. Но если у вас есть в распоряжении инструменты лидерства, инструменты организационного управления группой, то тогда вы это делаете в разы быстрее, в разы лучше. У меня один из видов деятельности, которым я занимаюсь – это стратегические сессии, так называемые. То есть когда я прихожу в компанию и, собственно, до конца не знаю все нюансы сферы, в которой они работают, я управляю процессом обсуждения таким образом, чтобы команда топ-менеджеров приходила к мнению, куда, в какую сторону им развивать компанию и что им для этого нужно делать. Соответственно, для того, чтобы вот так взять и направить поток мыслей и обсуждения серьезной группы в одно русло, для этого вам нужно организационное лидерство. Значит, вы можете этим управлять, этой сильной стороной своей, если у вас, например, недостаточно эмоциональности. Но это тоже еще не все. И вот как раз мы подходим к моменту, который затрагивали ребята, говоря об опыте. Третий тип лидерства – это экспертное лидерство. Как раз вы можете быть экспертом в обсуждаемом вопросе, экспертом в предметной области того, о чем идет речь. И тогда, безусловно, вы этой экспертизой завоевываете то самое доверие, о котором у нас, по-моему, Анастасия говорила. Экспертный лидер действительно может очень серьезно взять в свои руки все, к нему идут за советом, он самый мудрый, он самый знающий. И поэтому, конечно, за ним идти достаточно просто. Но я бы хотел, чтобы вы для себя поняли, что вы можете по-разному составлять свой вот этот лидерский пазл. Вы можете эти доли лидерства менять, регулировать, управлять ими в каждый момент времени. То есть сейчас вы, допустим, являетесь эмоциональным лидером вот в этой конкретной группе, в этот конкретный момент времени. Вдруг появилась новая задача, и даже в той же самой группе вы можете все переиграть и выполнять роль именно экспертного лидера. То есть вы постоянно это как эквалайзером управляете. Скажите, пожалуйста, вы, когда диагностируете себя, например, диагностируете себя в своем проекте, которым вы занимаетесь в рамках этого нашего форума, вы в чем из этих трех направлений чувствуете особую силу свою? Напишите, пожалуйста, кто вы? Красавчик, организатор или знаток? Кто вы в первую очередь? Понятно, что вы так или иначе являетесь лидерами по всем фронтам. Но все-таки, как правило, у человека есть одно самое сильное, и остальное на поддержке. Организатор. Эмоциональный лидер, Сергей. Семен, прошу прощения. Евгений, организатор. Окей, где эксперты? Где у нас эксперты? Пока не видели ни одного. Так, ну хорошо. Безусловно, Семен, без эмоций. Мне очень нравится, между прочим, что у нас преобладают люди, которые себя диагностировали как красавчики. Это хорошо. Эмоциональное лидерство, я считаю, можно хорошо конвертировать в другие типы лидерства. Так вот, смотрите, друзья, значит, о чем сейчас пойдет речь? Что делать, если эмоций не хватает, откуда их брать? О, вопрос хороший. Мы сейчас как раз на тренинге с ребятами будем откачать. У нас сегодня эмоциональный интеллект – одна из ключевых тем. Так вот, смотрите, значит, о чем я хотел сказать? Что экспертное лидерство – это, в первую очередь, ваши хардскиллы, то есть ваши основные базовые знания, умения, навыки, которыми вы обладаете. И вы за счет этого, безусловно, можете топить и вести за собой. Но я думаю, что вам всем понятно, что экспертное лидерство, оно развивается небыстро. Чтобы стать специалистом в каком-то серьезном вопросе, вам потребуются месяцы, может быть, годы, а может быть, даже десятилетия. Знаете, мастер, который там изготавливает клинки, лучший мастер на планете Земля, он, знаете, свое мастерство оттачивал десятилетиями. А вот организационное лидерство и эмоциональное лидерство прокачать можно достаточно быстро. И вот у меня приходят ребята, допустим, за один тренинг, вряд ли это получается прямо на таком серьезном заметном уровне, а вот если пройти два двудневных тренинга, прям очевидно становится, как меняется человек, как он свои паттерны поведения конструирует, как он уже вообще по-другому себя ведет, как он применяет осознанно какие-то инструменты, и в конце, условно говоря, третьего-четвертого дня, они переходят уже в неосознанную компетентность. Когда человек инстинктивно это делает. И вот тут получается... Первые признаки коронавируса. Да, у меня не было, что это было. Это для вас хорошая новость, что это можно развивать. Можно, конечно, читать книжки, но я знаю много людей, которые читают книги на эту тему, и потом не применяют это. Главное, вы применяете практики, практики реализации своих проектов. Если вы получили какое-то знание, ну, может, сегодня что-то даже получится, вы тогда применяете это сразу же, очень-очень быстро в своей реальной жизни. Тогда эмоционально и организационно разовьете. Например, вот был вопрос, как... Ну, давайте я так попытаюсь коротко сделать небольшой вброс. Как можно развивать эмоциональное лидерство, как можно накачивать эмоции? Ты не слушаешь. Ну, во-первых, есть очень интересные... Ты регистрировала Марину. Почему нет? Сама за ней я сижу. Во-первых, есть очень интересные практики... Макарошки с коклетками. Театральные, например. Когда человек, отыгрывая эмоцию, начинает ее совершенно по-другому применять. Начинает совершенно по-другому ее понимать для себя. И сначала надев эту маску в первом приближении, потом, поносив ее несколько раз, вы начинаете понимать, что вы уже управляете этим процессом очень хорошо. Вы уже не исключительно эту эмоцию конструируете, а вы реально не чувствуете и ее проявляете. Вот это замечательно получается. Так, кто там у нас все с включенными микрофонами? Ругаются у нас организаторы и участники. Давайте выключайте свои микрофоны. Наверное, Марину мы пытаемся визвать. Так, сейчас... Прошу прощения, я тоже немножко настройки поменяю. Итак, ну давайте с вами пойдем уже быстрее дальше. Будем смотреть, что и как можно развивать. Смотрите, следующий слайд. Обратите внимание на цифры. Не обращайте внимания, а обратите внимание на слова. Значит, в конкурсе «Лидеры России», к примеру, сейчас такой флагманский проект, тот самый чемпионат России по лидерству, выделяется 8 компетенций. То есть 8 составляющих, с которых лидерство вместе строится и потом используется. Если что-то из этого принципиально поседает, то нельзя сказать, что это лидерство в полном объеме. Итак, смотрите. Значит, первая компетенция, она называется «Лидерство». Ну, компетенция «Лидерство» называется «Лидерство», это, конечно, так себе определение. Но, по сути, это готовность принимать на себя ответственность за результаты работы других. Умение мотивировать людей, координировать и так далее. То есть вот то, именно о чем вы писали. Будем называть эту компетенцию, умение брать на себя ответственность. Значит, ответственность штука непростая, мы о ней чуть попозже скажем. Второе. Нацеленность на результат, амбициозность, целеустремленность. То, что вы преодолеете все-таки препятствия, которые стоят перед вами. Если вы подходите к препятствию, ударяете и выскакиваете назад, то вам будет очень сложно лидировать. Умение посмотреть с таким серьезным, далеким горизонтом планирования на жизнь. Ехать, так сказать, по жизни не с ближним, а с дальним светом фарта. Вот если вы этим обладаете, то вы тоже с гораздо большей вероятностью поведете людей в светлое будущее. Если вы это светлое будущее видите на уровне одной недели, то идти в это будущее не очень интересно. Дальше. Умение. Так, я не знаю, мне вот Марина не очень мешает. А, ну она, кстати, выключила. Марина, спасибо вам, вы выключили микрофон. Вы к нам прислушивались, хорошо. Ну все, давайте, не отвлекайтесь на микрофон. Смотрите на слайды, слушайте Евгения Лупиноса. Ладно, идем дальше. Умение работать в команде, готовность к сотрудничеству, умение работать сообща. Вот в этом, я могу сразу сказать, большая проблема многих людей, претендующих на лидерство. Мы, когда мы лидеры, мы такие серьезные, мы все очень статусные, мы, скажем так, уже чего-то добившиеся в жизни и во взаимодействии с другими людьми. Ко мне на тренинги приходят люди, которые управляют огромными бизнесами, которые являются топ-менеджерами госкорпораций. Они приезжают на майбах с двумя охранниками. Они уже очень много всего добились. И они не привыкли в последнее время, последние несколько лет своей жизни, не привыкли общаться с людьми как член команды. Они привыкли общаться с людьми как тренер команды, в лучшем случае. А еще лучше, как владелец команды. Так вот, лидер – это тот, который может в команде поиграть и внутри тоже. Готовность к сотрудничеству в плане того, что вы делаете пасы другим. Вы не долбите их своей активностью, вы их не гасите, вы не авторитарно руководите этой командой, а ищите в них вот это вот самое ценное, и это ценное вытаскиваете наружу. Вот это умение работать в команде. Дальше – коммуникация и влияние. Умение так высказаться, чтобы вас поняли и чтобы с вами согласились, чтобы с вами хотелось согласиться. Не просто вы проломили и сказали, ребят, мы будем делать вот так, потому что я так сказал. Нет, лидерство – это не формальный погон. У вас нет этих погон на плечах, и вы вынуждены продавать свою идею. Вы вынуждены ее так эмоционально упаковать, чтобы все сказали, о, супер, все, вот это мы хотим делать вместе с тобой. Дальше – внедрение изменений. Здесь я как консультант могу вам сказать. Работаю в консалтинге управленческом уже, ну сколько, с 2009-2010 года, с 2010, наверное, так будет точнее. И, значит, здесь все уже придумано с точки зрения каких-то управленческих инструментов. Но почему-то в бизнесе зачастую эти управленческие инструменты банальные не работают. Не работают по простой причине. Внедрить очень-очень сложно. Управленческий инструмент пытаемся насадить, а люди сопротивляются, люди находятся в состоянии устойчивого вновесе. И вытащить их из этого состояния бывает крайне сложно. Лидерская компетенция. Дальше – инновационность. Инновационность мышления. Сейчас одним из ключевых моментов является нестандартность, нестандартность человеческого мозга. Если вы выдаете идеи, которые выдавали до вас сотни других людей, никакого конкурентного преимущества в бизнесе, в социальном проектировании у вас не будет. Например, у меня сейчас на тренинг приедет человек, который занимается очень серьезным проектом. Значит, у него создан фонд, который является интегратором, ну, наверное, всех уже существующих фондов в России по поддержке, по помощи больным детям. Детям с синдромом Дауна, с другими разными болезнями, ЦП. Значит, он что делает в своем фонде? Он не просто создал очередной 83 фонд, он придумал такую схему. Значит, у него очень хорошие компетенции в маркетинге, в диджитале и вообще в целом в продвижении, ну, и в некоторых других еще побочных функциях. которые могут тоже помочь действовать успешно организациям общественным. Так вот, его фонд, он берет бесплатно на вот такой маркетинговый и диджитальный аутсорсинг все остальные фонды. То есть он бесплатно предоставляет услуги вот в маркетинге, продвижении всем фондам, помогающим детям. Инновационная идея. Такого не делал до этого никто. Вот он этим занимается. Очень крутой социальный проект. Ну, и, соответственно, последняя компетенция социальная ответственность. Да, есть лидеры деструктивные, лидеры, которые ведут к разрушению. Мы таких лидеров с вами в истории знаем. А если у вас в вашем лидерстве присутствует социальная ответственность, то, естественно, люди с большей охотой пойдут за вами. Итак, вот это такой образ лидера, современного лидера в России сейчас. То есть это официальная версия, что называется. Я думаю, что она очень близка к истине. Давайте тогда поговорим немного о развитии всего этого добра. Я считаю, что лидерство – это жизненная стратегия. Лидерство можно, конечно, и осознанно, и добровольно выбрать. Можно, вынужденно принять на себя лидерство. Сейчас прошу прощения, друзья. Спасибо большое. Значит, добровольно и осознанно, а бывает, что лидерство вынужденное. Про вынужденное мы с вами говорить не будем. Поэтому мне все-таки хотелось бы, чтобы здесь присутствовали люди, которые в первую очередь добровольно приняли на себя это лидерство. Добровольно вы выбираете. Вы выбираете взять ответственность за других людей. Взять ответственность вообще, ну, скажем так, нелогично. Просто так, наверное, для человека нелогично. Он, бедняга, за себя-то бедного ответственность иногда нести не может. А еще взять, взвалить на себя груз ответственности за 10, 20, 100 других людей совершенно непонятно для многих, зачем это делать. И если вы зачем-то это выбрали, это уже замечательно. Но бывают, конечно, ситуации, когда человек, например, остался там без кормильцев и вынужден взять всю ответственность за себя и за там какого-нибудь своего младшего брата или сестренку, взвалить на себя груз ответственности и вынужденно идти, идти, идти по этим ступенькам лидерства вверх. Чего-нибудь в чат напишите, добровольная ли на вас вот эта миссия лидерства или вынужденная. В вынужденном лидерстве, кстати, нет ничего зазорного. Я считаю, что мое лидерство в жизни изначально было вынужденным. Не буду сейчас подробно рассказывать историю своей жизни, но во многом лидерство было вынужденным. И только потом, в какой-то момент, оно стало добровольным. Годам так, наверное, по 25. Профессия такая. О, Семен, вы про спорт, по-моему, да? Профессия. Какая именно? Давайте, давайте, напишите. Детский тренер. О, супер. По-разному складывается. Спасибо за честность. Приходится брать ситуацию в свои руки. Действительно, бывает так, что у тебя нет какой-то большой цели, большого желания взять и навести порядок в чем-то, но ты вынужденно берешь в свои руки, потому что никто другой не может. Вы знаете, когда я учился в школе, я был в школе отличником, но был таким вот безупречным, что называется, отличником, именно класса 9. Почему? Потому что никого другого не было в классе, кто мог бы, если что, решить ситуацию. Когда в 10 классе я перешел в класс более сильный, и там были ребята, которые всегда делали домашние задания, я понимал, что принцип, если я приду и не сделаю домашнее задание, то будет кто-то, кто может все ответственность взять на себя. и немного в этом смысле я подрасслабился. Это к вопросу вынужденного лидерства. Так вот, если вы выбрали для себя эту стратегию, это хорошо. Если вы сейчас находитесь на стадии, когда вы ее можете выбрать, а можете не выбрать, вы хорошо подумайте, а надо и вам вообще все это безобрать. Итак, мы сейчас немного, я попытаюсь более быстро уже идти, у меня тут много всяких блоков. Вообще, вы сразу не пугайтесь, презентация в этой много слайдов, она рассчитана, честно говоря, на примерно 4-х часовую встречу. Поэтому я что-то буду пробегать быстро, на чем-то буду чуть дольше останавливаться. Значит, сначала нужно поменять себя, если мы хотим что-то изменить в этом самом лидерстве. Что именно можно поменять? Собственную настройку. Сначала определиться, а зачем вам вообще это лидерство? Зачем? Это очень нетривиальный вопрос. Если вы не сильно понимаете, зачем, то лучше вообще не беритесь за это дело. Так сложно, это тяжелый камень, который тащит. Вы можете сейчас написать мне в чат, зачем вам лидерство, зачем вам брать на себя ответственность за результаты, за судьбы других людей. Есть какие-то? Давайте хотя бы парочку ответов мы увидим. Ответов на вопрос, зачем вам это лидерство. Мне просто интересно, что это за такие странные люди, которые зачем-то взваливают на себя ответственность. Так. Вопрос сложный оказался. Где варианты ответственных вопросов? Для достижения целей в карьере. Чтобы изменить мир вокруг себя. Сделать детей ответственными, доброжелательными, просто хорошими людьми. Супер, супер. Ну вот смотрите. Значит, цели в карьере не всегда развиваются исключительно через лидерство. Можно сделать прекрасную карьеру, не будучи лидером. Душевная потребность. Замечательно. Короче, смотрите. Если вам хочется быть лидером, потому что вы такой странный человек, и вам почему-то сильно скрежет в зубах, значит, хочется нанести непоправимую пользу другим людям, то это замечательно. А вот если вы хотите, условно говоря, завоевать мир, захватить, то тут могут быть проблемы у вас, потому что деструктивные мотивы, они будут очень сильно давать пробуксовки в развитии вашего лидерства. Короче, лидировать имеет смысл, если вы реально хотите позаботиться о других. Так, ладно. С этим мы с вами разобрались. Пойдем дальше. К вопросу, значит, заботиться или не заботиться. Если мы говорим о том, что у нас мотивы достаточно корыстные, а они такие бывают, да у всех есть корыстные мотивы. Значит, мы хотим зарабатывать деньги, мы хотим зарабатывать статус, мы хотим быть известными, например, мы хотим полностью обеспечить благосостояние своей семьи, своих близких людей, собственно. И вот эти вот корыстные мотивы, это нормальная совершенно ситуация. Но в лидерстве есть такая концепция, что надо отдавать, помимо того, что ты берешь. И в первую очередь даже стремиться отдавать. Нам зачастую кажется, что отдавать мы начнем тогда, когда будет что отдавать. Например, заниматься благотворительностью, я начну тогда, когда буду зарабатывать там, допустим, условно говоря, миллион. Есть такая концепция у кого-нибудь. И он ждет, когда же наконец он заработает миллион, потом он заработает миллион, подумает, блин, елки-палки, ну, наверное, сейчас вот еще дом куплю, и после этого благотворительностью займусь. А хотя нет, там вот еще вышел новый Феррари, и мне хотелось бы все-таки, наверное, взять его. И после этого я начну. Короче говоря, не дождешься никогда момента, когда ты начнешь отдавать. Не дождешься. Потому что отдавать – это просто внутренняя потребность, о чем вы, собственно, и писали. И обратите, пожалуйста, внимание, что я говорю сейчас про отдавать, а не про инвестировать. Не инвестировать, например, в свой бренд, когда вы там что-то сделали благотворительное, и все хлопают в ладоши и пишут о вас в разных телеграм-каналах, какой вы молодец. Не про это речь. Безусловно, согласен. Можно делать добрые дела и лидировать во благо других людей. Вообще там ничего практически не зарабатывая самостоятельно. Ну ладно, не буду сейчас приводить примеры ярких личностей. Хотелось бы, у нас просто времени нет. Короче, вот понимать эту концепцию, что нужно отдавать, не ожидая ничего взамен, понимать ее можно. А вот взять и перестроить свой мозг, чтобы действительно так действовать согласно этой концепции, это сложно. У меня, например, между пониманием концепции и воплощением ее в практику прошло примерно полтора или, может быть, даже два года. Вот такой я медленный в этом смысле человек. Боюсь, что не только у меня происходит вот такая медленная эволюция сознания. Значит, подумайте об этом и подумайте, вот все, что вы делаете, насколько это для отдавать, а насколько это для брать, грести под себя, что называется. Перестройте свое сознание. Даже если вы просто подумаете об этом, то уже будет крутой результат. Так, дальше идем. Ой, прошу прощения. Что ж, пошло дело куда-то не в ту сторону. Не смотреть на счет. Друзья, обратите внимание, что я называю смотреть на счет. Когда вы делаете что-то хорошее, доброе, вечное, вы сразу фиксируете результат. Нас к этому приучили. Нам сказать, ребята, должны быть KPI, показатели успеха. И вы думаете, ага, значит, я вот это сделал, это сделал, вклад такой, такой, такой сделал. Такой счет. Что я заработал на данный момент? Так, заработал сегодня, заработал 200 тысяч. Мало. Надо, чтобы было полтора миллиона. И вы постоянно, глядя на счет, вы отвлекаетесь от основного. Когда ты играешь в теннис, надо смотреть на мяч, а не смотреть на табло. Есть вот такая фраза одного из знаменитых теннисных тренеров. Так вот. Ага, сейчас прокомментирую. Так вот, это очень важный момент. Есть мнение, Семен пишет, так цель выполнена или нет, надо знать. Безусловно, знать надо. Безусловно, должна быть система обратной связи. Вот если я, допустим, играю в футбол, я ударил в сторону ворот. И не сразу, не через 2 секунды, а, допустим, через 2 дня узнал, был гол или не было. Значит, мне в этот футбол играть будет неинтересно. То есть система обратной связи, безусловно, быть должна. Но я, когда я играю, я не должен концентрироваться на этом счете. Вы же понимаете, что когда, допустим, идет футбольный матч, и, скажем, ну, мы сейчас берем не матч типа Барселоны-Баварии, там, 8-2, 2-8, матч, который, например, на какой-нибудь там, 88-й минуте идет со счетом 1-0. И команда, которая выигрывает, которая готовится уже стать чемпионами, она начинает ерзать, она начинает прижиматься к воротам, потому что они смотрят на счет, они пытаются его удержать. Они не играют свободно и раскованно. И, соответственно, это очень сильно влияет на их результат. Мы знаем кучу случаев, когда там под занавес матча забивают им гол, не смогли удержать. Ну, то есть, это не говорит об отсутствии системы обратной связи. Но не смотрите на табло больше, чем на мяч. Дальше энергия. Значит, мы говорили о том, что эмоциональное лидерство, эмоций может быть недостаточно, или просто у вас мало энергии. Этим вообще очень легко управлять. Вообще легко. Вот, например, сегодня у меня очень там ответственный день. Сейчас с вами мероприятие. Потом у меня на протяжении 10 часов будет тренинг. Я сегодня спал очень мало. И мне нужно эту энергию накачивать. Но я знаю, как это делать. По большому счету, сейчас вот это наше мероприятие с вами, оно для меня является мероприятием по накачке энергии. Я разминаю свою говорилку. Я разминаю свою мимику, свою жестикуляцию. Постоянная разминка и постоянное движение, оно дает вам энергии гораздо больше. Ну, к энергии тут же сразу можно сказать, что, ребят, ну это, естественно, здоровый сон, который иногда бывает, что у вас не складывается. Но в долгосрочной перспективе вы должны все-таки часто высыпаться. Я, например, с этим делом особо не балуюсь. У меня с этим все хорошо. Значит, не употреблять чего-нибудь, что высасывает вашу энергию. Я сейчас говорю не только про алкоголь, самый популярный депрессант в нашем обществе. Я сейчас говорю и про большое количество еды, жирного и так далее, и так далее. Это все у вас забирает энергию. Ваше отвлечение на социальные сети, на все эти ленты. Я сейчас говорю довольно банальные вещи, но вы, может быть, зная об этом, не применяете это на практике. Если взять и свое сознание локализовать в какую-то точку, именно свое внимание направить на свой проект и не отвлекаться на другое, у вас будет такое количество энергии, просто анреал. Некоторые, допустим, еще и со здоровьем делают определенные эксперименты. Предположим, я три несколько уже больше, наверное, месяц уже, получается, назад, даже полтора, я прошел курс программы ДИФОСА для себя. Мне очень понравилась, классная такая штука. Несмотря на то, что у меня и так все было хорошо, я там не получил каких-то прям больших-больших изменений, но я увидел все равно по ощущениям, мне стало намного, намного интереснее с точки зрения энергии. Когда ты встаешь в 6 утра абсолютно бодрый, съешь ягодку малинки с кустикой, и у тебя энергии столько, как будто бы ты, я не знаю, зарядил свою батарейку, заряжал ее всю ночь. Значит, правильно не распылять свою энергию, это, наверное, основное, основное, что я могу вам порекомендовать вот в этом пункте накачки. Когда у вас есть энергия, когда батарейка заряжена, вот тогда у вас получатся эмоции. Без этого, ну, собственно, никак. Ну и состояние потока, друзья. Обратите вот на это тоже особое внимание. Один очень известный, ну, может быть, не во всех кругах, известный венгерский ученый под именем Михаил Чиксант-Михаил когда-то начал исследовать вопрос, а что такое счастье для человека, а как человек воспринимает моменты счастья, как он для себя идентифицирует, что вот сейчас я счастлив, а сейчас не очень. Так вот, он долго и много исследовал, у него была база изучения, база наблюдений, по-моему, около 20 или 30 тысяч человек. И вот он, значит, выявил определенное состояние человека, к которому он максимально чувствует себя счастливым. Это состояние назвал состоянием потока. Значит, это состояние, оно обладает несколькими свойствами интересными. Во время этого состояния вы абсолютно полностью сконцентрированы на том, что вы делаете. Вы не замечаете ничего происходящего вокруг. Вы не замечаете, сколько проходит времени. Вот я специально поглядываю на часы, потому что мне важно этот момент фиксировать. Я могу просто сейчас залипнуть с вами и забыть просто о том, что время заканчивается. Не замечаем времени. Мы абсолютно сосредоточены. Мы действуем на пределе своих возможностей, на пределе, что это очень важно. И мы даем колоссальный результат. Результаты, которые превышают в разы то, что мы можем дать, не находясь в этом состоянии. И когда мы себя ощущаем в этом, мы просто летаем. У нас крылья расправляются, нам море по колено. Мы можем свернуть совершенно любую гору. Значит, что для этого нужно, чтобы войти в состояние потока? Для этого нужно, чтобы сочетались две важные вещи. Первое. Это достаточно амбициозная задача, чтобы задача вас зажигала, и вы понимали, что она сложная. Бывает, что задача зажигает, она интересная, но она не сложная. Ну, грубо говоря, мне интересно посмотреть новый фильм, который вышел. Но это не сложная для меня задача. Я достаточно легко могу с ней справиться. Ну, если не считать фильмы типа «Доводы», например. Мне кажется, с задачей понять «Довод» справились далеко не все, кто смотрел. Так вот, а вот если мы говорим о рабочей задаче какой-то, и она сложная, она, ну, такая непонятная на первый взгляд, как решается, или такую, которую вы вообще никогда до этого не делали, вот тогда, значит, условие номер один выполнено. И условие номер два. Вы должны обладать достаточной степенью мастерства в этом деле. Если вы обладаете низким уровнем мастерства при сложной задаче, вы попадете в такую депрессию от такого сочетания, что вам вообще не захочется больше никогда этим заниматься. Поэтому, например, люди, которые, вот, можем с Семеном на эту тему поговорить, люди, которые приходят в спорт, вот, для них новая какая-то деятельность спортивная является сложной, непривычной, амбициозной, но они не обладают хорошим мастерством. И от этого многие спортсмены, будущие спортсмены, возможно, будущие спортсмены, они уходят из этого вида спорта или пытаются уйти, дети пытаются уйти, мамы заставляют, значит, себя перебаривать, потому что они не почувствовали этот уровень мастерства и не вошли в состояние потока. И здесь я тоже тему детского тренерства знаю не понаслышке, что у меня дочка занимается профессионально бальными танцами. Я с этой темой хорошо знаком. Многие пытаются уйти до тех пор, пока они не почувствуют, что они, вот у них что-то начинает получаться. Как только почувствовали, все, они находятся в состоянии потока. Это состояние очень круто используется, например, в компьютерных играх. И сейчас в управлении, в лидерстве оно хорошо используется. Если вы хотите, чтобы ваши сотрудники были суперзаряжены, суперзамотивированы, сделайте из вашего проекта игру. Если это будет игра а-ля компьютерная, ну там условно, я сейчас в кавычках, они будут постоянно иметь вот эту самую обратную связь, они будут постоянно вынуждены находиться в концентрации полной. Вот тогда они вам дадут так называемые контрастные результаты. Результаты, которые в разы отличаются от привычных в обществе результатов в этом деле. Значит, это что касается именно внутренней настройки. И вот я считаю, что это самое главное. Потому что, значит, когда вы настроите себя, вот тогда произойдет развитие вашей самой харизмы. Харизма — это не врожденное явление. Кто-то смотрел, может быть, выступление господина Гондопаса, который самый главный идеолог развития харизмы. Харизма — это вот внутренний свет вашего вот этого маяка. И если вы не настроились вот по этим параметрам, о которых я сказал, внутри, внутреннего света не получится разжечь намного больше. И харизма не будет так вот пылать. Вы, конечно, можете дальше идти и другими инструментами, помимо внутренней настройки. Например, менять свое мышление. Шаг второй. Но об этом я уже сегодня говорить не буду. Менять свое мышление. Менять свою невербалику. Менять свои коммуникативные способности. То есть, когда вы знаете, что и как правильно сказать. И вот этими разными-разными-разными кусочками вы потом создаете цельный образ самого себя. Но первое, о чем я успеваю только сегодня сказать, это настройка внутренняя. только уже потом имеет смысл, ну, например, переходить к мышлению, к развитию своего интеллекта, к развитию критического мышления, к развитию вербального интеллекта. То есть, вот это все, безусловно, неотъемлемые тоже черты современного лидерства, но это все только наслаивается на вашу внутреннюю настройку. Так, ну что, друзья, у нас с вами время заканчивается. Я сейчас скорее сделал такой, наверное, тизер больше к тому, что такое лидерство и как его развивать. Но я очень надеюсь, что кому-то из вас эта тема с точки зрения лидерства стала интересной. Поэтому вы можете писать, вы можете задавать свои вопросы или через организаторов, или напрямую выходить на меня на каких-нибудь социальных сетях. Я могу вам помочь ответить на вопросы и подсказать, как разные аспекты лидерства можно развивать, направить вас на какую-нибудь книгу, на какое-нибудь видео, чтобы вы могли разные аспекты в себе постоянно докручивать и каждый день становиться лучше. Ну что, друзья, у меня все. Если у вас есть какие-то вопросы прямо сейчас, у меня лично есть две минуты на ответы на них. Не знаю, есть ли эти две минуты у организаторов. Спасибо, Семен. Спасибо, Егор. Артем. В общем, друзья, мне очень отрадно, что какой-то отклик в вашей душе моя вот эта вот небольшая речь вызвала. И я буду рад, если смогу вам помочь в дальнейшем в развитии вот этого важного качества вашей личности. Поэтому вам всем успехов в реализации ваших социальных проектов и вообще в жизни. Рад был с вами вот так заочно познакомиться. Всего доброго, друзья. До свидания. Мы сегодня с вами будем говорить про дизайн презентации в социальных проектов. Немножко по-другому называлось непосредственно мое выступление, но это будет топ вредных советов от дизайнера. Меня зовут Евгений Князев. Я продуктовый дизайнер, я копирайтер. Можно подписаться на какие-то мои соцсети. Вдруг вам захочется, вообще говоря, задать мне вопрос. Кстати, о вопросах их можно формулировать уже в процессе презентации, чтобы задать в конце. Временно это обязательно будет. Кто такой продуктовый дизайнер, я надеюсь, понятно. Это не тот, кто придумывает упаковку для сыра, которую вы видите в пятерочке. Это тот, кто делает цифровые продукты. Причем я их не только делаю, но и потом впоследствии презентую. Поэтому в этой области у меня довольно большая практика. Ну, поехали. Собственно, совет номер один. Не привлекать дизайнера и копирайтера вообще никогда, потому что постоянно можно слышать истории о том, что наняли дизайнера, фрилансера, кого-то долго искали. В результате вся эта история с тестовыми проверками и всем остальным заканчивается тем, что люди просто теряют деньги, толку никакого. Какие-то макеты из интернета им скидывают. Вообще, короче, никогда не нанимайте дизайнеров, копирайтеров. Это все глупости. Лучше самим все написать. Ну и, собственно, давайте разбираться, как это сделать. Больше текста — это основа любой презентации. Нужно как можно больше текста, причем в тексте как можно больше воды. Дело в том, что люди ненавидят картинки, ненавидят видео, ненавидят анимации, ненавидят инфографику. Как можно больше текста, больше воды. Вот читали Толстого, например, да? Помните, насколько у него сложные тексты. Вот точно так же надо писать. Можно даже на французском. Огромные абзацы, растянутого текста на весь лист. Кегль, чтобы поменьше, там где-то 12-11. Слова посложнее. Можно использовать неглицизмы, слова из какой-нибудь профессиональной области обязательно. И даже те слова, которые вы только позавчера сами узнали. Если вам кто-то вдруг скажет про Ильяхова, Сарычева, инфостиль, отвечайте, что вы вообще не журналист. Вам нужно по-настоящему писать хорошие тексты и чтоб прям за душу брало. Ну и, естественно, избегайте разнообразных схем, упрощений, видео, анимационных инструкций. Ваша аудитория 100% достаточно умна, язык совершенен, чтобы все представить в своей голове. Очевидно, все все верно поймут. Ну как бы, как иначе. И, конечно же, побольше эмоджи. У вас должна быть ровно одна слабость. Это слабость смайлики. Маркетологи ведут статистику. Они прекрасно знают, что смайлики усиливают эмоциональное вовлечение. Запись в Фейсбуке на 57% больше лайков будет собирать, на 33% больше комментариев. Жалко, что, правда, эти самые эксперты не пояснили нам, сколько нужны эмоджи, но ведь явно чем больше, тем лучше. Верно ведь? Ну, есть, правда, несколько другое исследование про деловую переписку. Там написано, что те, кто использует эмоджи, их воспринимают как менее компетентных. Но это, конечно, бред. Потому что вы посмотрите на этот график. Он серый, скучный. И явно там написано неправда. Явно то, что они пишут про компетенции, это тоже бред. И вообще там ни одного смайлика, как они вообще собираются увлекать свою аудиторию. Продолжаем. Я покажу вам сейчас два сайта. Это сайт главред и сайт типограф. Собственно, от Ильякова и Лебедева. И это вообще очень странно, что их до сих пор не запретили. Потому что там можно только посмеяться над тем, как бездарно они пытаются исправить наш идеальный текст. Серьезно, кто вообще будет пользоваться сервисами, которые сами автоматически помогают вам сделать текст лучше и соблюдать правила оформления? Звучит как вообще полный бред. А потом еще и роботы, наверное, будут за нами пол подметать, а с людьми нейросети общаться. Но это чересчур. Следующий совет — это нужно брать все со стоков, если уж пришлось что-то добавить в презентацию, кроме текста. Ну и, естественно, просто забивайте в поисковик, не заботьтесь об авторских правах. Всем известно, что оригинальный контент, он абсолютно того не стоит, его долго делать, а профит от него почти нулевой. Соответственно, людям нравится копипаста из довольных глазубых людей, банальные ассоциации в духе доверия. Это два мужчины, которые пожимают друг другу руки в таком духе. Соответственно, старайтесь, старайтесь выполнять эти советы. Команды — это обязательно, не знаю, какие-то спортсмены, но вы поняли. Дальше забудьте про структуру презентации. Структура презентации — это какая-то там проблематика, введение, вот это все вам абсолютно не нужно. Только самый бездарный человек будет задавать четкую, понятную структуру презентации. Предпосылки вообще должны идти в самом конце, начинать стоят с сердцевины, сразу бросая вашу аудиторию непосредственно в омут с головой. Знаете, есть такой способ учить плавать, когда просто бросают в озеро и наблюдают. Вот здесь то же самое еще раз. Никакой четкой структуры. Еще хуже, если вы сделаете разделяющие слайды, которые делят презу на мини-темы, это прям верхний профессионализм, никогда так не делайте. Ну и вообще не держите людей за дураков, они прекрасно разбираются в контенте любой сложности. Хуже, хуже, чем структура, может быть только сторитейлинг. Человечество явно впустую потратило тысячи часов, пытаясь придумать какую-то схему для хорошей истории, от которой за уши не оттащишь. Ничего не работает лучше, чем сбивчивая речь во всем и ни о чем одновременно. Тем более не стоит пытаться захватить человека эмоционально. Все эмоции — это пустая трата времени. Мы существа строго рациональные, особенно когда речь идет про социальные проекты, про какие-то вообще в принципе проекты, деньги. Мы там вообще на эмоции не опираемся. Может быть, при выборе вечернего платья, но при проектах, бюджете, эмоции — это не про нас. Ну и, собственно, как и в продолжении темы эмоций, никаких шуток, никакого юмора, никакой самоиронии. Абсолютно точно вас воспримут как глупого, некомпетентного человека, если вы будете признавать свои ошибки, как-то пытаться разрядить атмосферу и демонстрировать средствоустойчивость через самоиронию, если что-то вдруг на вашей презентации идет не так. Видели, например, презентации Apple? Там, когда Siri не понимает чего-то, тысячи людей смеются. Естественно, смеются над ними, а не с ними. Вот это, конечно, позор. Ну а если вы уж решили как-то шутить в своей презентации, то используйте что-нибудь максимально старое, классическое. Во-первых, шутки такие уже, они защитили себя временем, стали живой классикой. А во-вторых, нужно помнить, что оригинальный контент, он, в принципе, никому не нужен. Мы с вами об этом уже говорили. Соответственно, естественно, не нужно готовиться заранее. У вас великолепный текст на презентации. Если что, люди его прочитают, если что-то не поймут. К нашему шестому совету. Презентация ваша и так уже очень хороша. Да и вообще, зачем писать дополнительный текст какой-то, что-то рассказывать людям, если он весь уже на слайдах. Просто встаньте, возьмите микрофон, или в нашем случае с постковидными временами сядьте и наденьте наушники, и прочитайте все монотонным голосом. Вдруг вообще среди вашей аудитории все-таки есть идеалы, или люди, которые забыли надеть линк за очки и не смогут прочитать ваши замечательные текста. Ну, само собой, никаких репетиций предварительных точно не нужно делать, потому что мы что, мы в четвертом классе, чтобы устраивать эти показные чтения. Я вот, например, вообще никогда не нервничаю на публичных выступлениях и вам советую. Ну, и седьмой совет. Не нужна никакая идентика вашему проекту ни в презентации, ни в принципе, потому что бренд — это, в принципе, какое-то очередное слово, которое за собой ничего не несет. Ну, может быть, там для Apple, может быть, для Coca-Cola. Это еще имеет какое-то значение, но куда нам с вами, с предпринимателем и инициатором каких-то проектов. Мы слишком маленькие для этого, естественно, у нас ничего с вами не получится. Попытка вообще выявить свой фирменный стиль — это на voice, это пустая трата времени, она заведет в тупик и заставит себя чувствовать еще более некомфортно. Придется задавать себе вопросы, а кто мы, какая у нас миссия, какая у нас цель, как мы хотим общаться с аудиторией. Естественно, все эти вопросы неприятные, надо будет думать, что-то отвечать, записывать. Не стоит. Ну, и вообще, если все еще и пройдет неудачно, это вас запомнят из-за этих фирменных цветов, фирменных элементов, а потом будут смеяться. Не стоит, не стоит так делать. Ну, и, конечно, бонусный совет. Не читать мою статью, которая здесь по ссылочке. Там вообще слишком много про какую-то психологию восприятия, взаимодействие дизайна с человеком, слишком хорошо прописаны шаги по типографике, по оформлению. Зачем вам это нужно? И вообще, там, если заголовок прочитать, там что-то про интернет-магазины, я не рекомендую. Ну, и, собственно, задавать вопросы я тоже не рекомендую. Вот. Оно явно того не стоит. Просто давайте посидим, помолчим оставшиеся 10 минут. Это явно веселее, чем общаться и узнавать что-то новое. Потому что я решил, что у вас будет сегодня очень много прям таких жестких лекций. Нужно будет как-то вас раззадорить. Даша, это, конечно, шутка, да. На всякий случай уточню. Обязательный пункт FTC для дизайнера под проект. Смотрите. Тут, во-первых, нужно, конечно, отталкиваться от проекта, который вы хотите. Но я бы начал с того, что проработал Identity, понял вообще, для кого вы это делаете. То есть, обязательно вам нужно понять сельвую аудиторию, с кем вы будете работать в дальнейшем, с кем вы будете этот проект утверждать. И нужно сделать так, чтобы дизайнер это тоже понял и смог вам тогда помочь. Это один из первых пунктов. Потом надо обязательно понимать, чем вы вообще, что вы от него хотите. То есть, конкретно говорить о том, что нам нужен логотип, нам нужны обложки для соцсетей, нам нужны баннеры для рекламы в Facebook, и нам нужен, не знаю, если это не только дизайнер, но, например, монтажер, нам нужен видосик или какая-нибудь анимация. Нам нужен фирменный стиль для презентации, визитка, вот это все. Потом нужно вообще, в принципе, чтобы дизайнер обязательно понимал идеологию вашего проекта, чтобы он понимал ваш тонок войск, то есть настроение, с которым вы подходите. Хороший дизайнер, вообще говоря, сам задаст эти вопросы вам, но, естественно, если вы оформите этот документ, это сильно сэкономит вам время заранее. Соответственно, вы сможете меньше времени дальше потратить. Но важный момент, что когда вы все-таки начинаете работать с дизайнером, обязательно надо созвониться и ответить на все его дополнительные вопросы. Это, во-первых, покажет вам уровень его вопросов, покажет вам, насколько хорошо он вообще понимает свою область и то, чего он хочет. А во-вторых, это позволит вам найти прямой контакт. У нас обязательно, когда мы начинаем работать, мы созваниваемся. Спасибо вам за такие приятные отзывы. Да, все советы вредные, поэтому не выполняйте их. Какие кавычки лучше? В правилах русской типографики для русского языка нет вопросов лучше, есть просто правила. У нас есть следующие истории, что внешние кавычки должны быть елочками, а внутренние кавычки внутри елочек, они должны быть лапками. Типограф, на который ни в коем случае не нужно заходить, он сделает это все за вас, если вы просто возьмете и добавите непосредственно свой текст в типограф. Егор. Про теорию близости долгая тема, если у нас не будет других вопросов, мы обязательно ее обсудим. Если сам решил заняться оформлением, нужно, конечно, с кем-то советоваться, однозначно лучше советоваться с дизайнером. Но если сами решили заняться оформлением, то в первую очередь нужно посмотреть на референсы, нужно тоже понять, какой аудитории вы это все делаете, и понять, где они находятся, к какому визуалу они привыкли, насколько ваш визуал им подходит. Соответственно, дальше, после того, как вы определите свою целевую аудиторию, посмотреть, к какому визуалу они привыкли и пытаться с ним идти. Но вообще, в целом, если вы сами собираетесь заниматься оформлением, старайтесь просто не перебарщивать с визуальными эффектами, стремиться к каким-то минимальным вещам, писать как можно больше текста. Это мой вредный совет, как помните. И как можно меньше картинок, инфографики и всего остального. Причем неважно, что в публичной презентации, что непосредственно в всяких документах, презентации каким-нибудь людям, с которыми вы должны одобрить этот проект. Самый популярный вредный совет, который мне приходилось слышать. Я думаю, что самый популярный вредный совет, который приходится слышать вообще всем, не беспокойся, все обязательно пройдет по плану. Естественно, по плану никогда ничего не идет. Все, что-то происходит плохое условно, и это нормально. К этому нужно быть готовым, и нужно быть готовым к тому, чтобы как-то из этой ситуации выплывать. То есть импровизировать — это нормально. Сколько времени разрабатывается дизайн? Дизайн мерча, ролап, анимация для видео. Я думаю, что на это все нормально заложить неделю-две. Учитывая, что мы говорим о разработке, соответственно, будет несколько итераций. Вы сначала поговорите с дизайнером, обсудите с ним все, он вам покажет скетчи. После этого вы утвердите скетчи или не утвердите скетчи, пойдете в другую сторону, потому что он вас не понял. Дальше вы после скетча начнете утверждать уже конкретные объекты, то есть артефакты, макапы для ролапов, анимации и всего остального. Но с анимацией для видео вообще это довольно большая тема. То есть там зависит от длины видео и от уровня анимации. Соответственно, если вы хотите, чтобы вам сделали анимационный мультик на 20 минут, то там нужно значительно больше времени. В целом, конечно, это все можно сделать вообще и за три дня, если вы уверены, что дизайнер уже понимает ваш временный стиль и все осознает и готов работать круглые сутки. Но лучше заложить неделю-две на то, что вы написали, особенно если там какая-то классная анимация долговременная. Какие характеристики проекта нужно рассказать дизайнеру, чтобы получить качественный логотип? Вашу идеологию, ваш посыл, ваше настроение, то есть тот самый присловливый tone of voice, если вы хотите, чтобы этот логотип был, например, сам ироничным, или он придавал какую-то глубокую мысль обязательно, лучше всего сформулировать статью довольно кратко, а потом наоборот раскрыть, чтобы у дизайнера было одно-два предложения, смысл которых он понимает глубже, но при этом они кратко как-то зафиксированы. А потом еще нужно сказать, в каком визуальном стиле по-хорошему вы хотите его получить. Сейчас самый трендовый стиль — это минимализм. Минимализм — это когда у нас простейшие элементы, в них можно очень много смыслов добавить и непосредственно потом легко получить какое-то узнаваемое лого. Но при этом опасно, потому что вам могут начать советовать сделать логотип-треугольничек и для небольших проектов это довольно плохая история, потому что вряд ли у вас получится захватить рынок и сказать, типа, треугольничек не придашь. Теория близости. Но если вкратце, то, конечно, лучше пойти и не читать Горбунова. На самом деле, конечно, лучше пойти и почитать Горбунова, почитать Лебедева, они прекрасно это все объясняют несколько раз. В целом история в том, что объекты, которые вы визуально видите, и они находятся ближе друг к другу, они воспринимаются как единое целое. То есть, если вы посмотрите, например, на последний слайд, у нас довольно близко находится текст к моему имени, потому что это заголовок и подзаголовок. И точно так же, наоборот, подальше находятся социальные сети, а относительно друг друга они находятся ближе. Так мы делим пространство на несколько визуальных блоков. Здесь их, собственно, четыре. Это верхний слой, который как раз содержит некоторый фирменный элемент компании, в которой я работаю. Моджо — это мое имя с еще одним вредным советом, это мои фотографии и мои социальные сети. Если бы мы, например, сделали расстояние между моим именем и подзаголовком «Про не подписывайтесь на Инстаграм и не задавайте вопросы», таким же, как и от соцсетей, то тогда бы воспринимали это все как один единый блок. Соответственно, таким образом вот это пространство белое или черное или любого другого цвета, который у вас есть как фон, вы с помощью него можете управлять вниманием пользователя и показывать ему то, что взаимосвязи без непосредственно их объяснения языком или текстом или еще чем-то. Люди сами прекрасно понимают, что вот это одна кучка, это другая кучка, и это работает хорошо. Это не вредный совет, это хороший совет. Так, у нас осталось еще 4 минуты. Насколько я понимаю, можно задать еще несколько. Тезисы психологии и восприятия цветов. Короче, очень... Да. Давайте сначала психологию и восприятие, потом на 5 минут количество слайдов тоже расскажу. Значит, про психологию и восприятие. Там на самом деле все сложнее, чем просто говорить, типа, синий — это спокойный цвет, красный возбуждает аппетит. Это, конечно, все полный бред, потому что это контекстуальная история. Если вы смотрите на айфобанк, вряд ли вы воспринимаете его как банк, который возбуждает вас аппетит. Но... А если вы смотрите, например, на плашку со скидкой, красненькую, соответственно, она тоже не вызывает вас аппетит, она просто привлекает ваше внимание, потому что красный — это цвет с самой длинной волной, и он максимально издалека виден. Вот. Поэтому нужно смотреть по контексту. Если у вас красный везде используется как цвет запрещения, например, то было бы глупо потом делать какой-то объект, которому вы хотите привлечь позитивное внимание, красного цвета. Естественно, люди там привыкают к тому, что красный — это запрет, зеленый — это разрешение. Это тоже нужно знать. Но в целом, любой цвет можно использовать любым образом и придавать ему значение внутри своего собственного контекста. Это показывает нам кучу всех цветов радуги вообще проектов. Там те же банки, мы можем посмотреть, что какие-то синие, какие-то желтые, какие-то красные, какие-то зеленые и так далее. Это абсолютно никак не влияет в конечном счете на них, а влияют совсем другие вещи. Чтобы оценить вообще любое количество слайдов на любое время, нужно просто их сделать, а потом посмотреть, как много текста вы собираетесь наговаривать, с какой скоростью, и после этого просто поставить таймер и посмотреть, хватит вам на 5 минут или не хватит вам на 5 минут. Вот я рассчитывал на 20 минут, я на 20 минут и рассказал. Ох, Егор, зачем нужны логотипы? Да, конечно, не нужны логотипы. Не делайте логотипы. Это девятый бонусный совет. Они абсолютно, конечно, никому не нужны, чтобы был какой-то знак, с которым вы быстро ассоциируетесь, на который вы можете поставить любое место, и люди вас узнают, зачем вам это нужно вообще. Опять же, не дай бог, они запомнят, потом что-нибудь плохое произойдет, и навечно будут ассоциировать вас с этим провалом, ведь люди никогда ничего не забывают, не прощают. Не стоит, не стоит. Ух, Юлия, ценовые категории на сайты – это очень интересный вопрос. Я думаю, что даже минут на него не хватит, потому что, во-первых, непонятно, что такое среднее качество, во-вторых, сильно надо определиться с тем, что это за сайт. Видимо, у вас что-то типа корпоративной визитки, где довольно мало взаимодействия с пользователем. Я думаю, что меньше 50 тысяч на него точно тратить не нужно, лучше больше, конечно же. Опять же, есть очень много компаний на рынке, и вообще digital рынок настолько сильно разнообразен, что в первую очередь надо смотреть на портфолио, потом уже на ценник, и потом еще разговаривать и смотреть, насколько эти ребята вам, в принципе, подходят. Потому что, как ни странно, о чем все забывают, вам потом с этими людьми взаимодействовать не один месяц, и стоило бы подольше с ними пообщаться. Ирина рекламирует платформу VIX. Можно, в принципе, делать и на Tizy, и на ReadyMagy. Они довольно простые, и если вам не сильно какие-то нужны важные вещи, то можете попробовать вообще самостоятельно. Да, это действительно недорого. Все зависит от потребностей. Тут нужно смотреть конкретно. По цене дизайна. Я не занимаюсь оценкой дизайна, если честно. Футболки, роллап, короткая анимация. Нет, я не рискну сейчас давать вам оценки по деньгам. Все-таки маловато информации для этого пока что. Я так понимаю, что у нас закончилось время. Вот если у нас еще время, скажите мне, организаторы. Я думаю, что надо заканчивать. Вот, спасибо вам за интересные вопросы и за то, что послушали. Надеюсь, что вам это поможет. А, нет, мне дали еще 2 минуты. Окей, последний вопрос тогда. А не будет последнего вопроса. Потому что кто же сможет? Что, Егор? Зачем нужны статьи для продвижения? Ты, получается, сам ответил на свой вопрос. Если вы публикуете статьи на каких-то сервисах, где есть уже собственная аудитория, это простой способ ее привлечь. Если у вас хорошая статья, если вы сделали ее не по вредным советам, если она действительно интересная, передает ваши эмоции, передает ваш уникальный опыт, который может быть полезен другим людям, то на большинстве сайтов ее либо опубликуют, там будут комментарии, к вам потом будут обращаться люди, либо там есть самая модерация, и люди просто будут ее лайкать, и это даст вам максимально большую аудиторию с этого сайта. Соответственно, вы получите просто кусочек популярности, возможно, спонсоров, возможно, еще что-то. О трендах продвижения. Я бы не сказал, что стритейдинг – это тренд продвижения, это скорее способ передачи информации, который у нас есть. Просто люди привыкли вообще, есть даже такой, так скажем, течение психологии, которое фокусируется именно на историях. Она говорит, что в принципе люди привыкли слушать истории, им нравится слушать истории, и историями, и стоит их завлекать куда-либо, ничем иным. Все, спасибо вам еще раз. Хорошего дня, хороших оставшихся презентаций. Пока-пока. Всем еще раз привет. Меня зовут Анна Завалина. Я являюсь руководителем направления педагогика мастерской управления Сениш и членом проектной группы по межпоколенческим коммуникациям Российской ассоциации по связям с общественностью. И сегодня мы встретились на этой площадке для того, чтобы поговорить про актуальные компетенции молодежи и, собственно, ответить себе на вопрос, а возможно ли собрать персональную конфигурацию для себя. Ну или вообще, как понять, какие компетенции сейчас актуальны, как не запутаться в обилии различных soft skills, hard skills, которые нам нужно развивать, потому что так диктует время, которые нам хочется развивать, потому что кажется, что это в принципе классно, интересно и полезно, вот как в этой иллюзии не запутаться. Ну и начну я, пожалуй, с того, как действует любой практически среднестатистический человек, когда хочет что-то найти. Ну, собственно, он говорит простые слова, окей, Google, ну и пытается найти актуальные компетенции молодежи. Если вы так пробовали когда-нибудь делать, ну или пытались найти, какие навыки нужно развивать, можете как-то отреагировать в чате, тогда будет понятно, что вот эта статистика подтверждается. Если нет, можно поделиться своим способом, как вы решаете этот вопрос, тоже будет здорово. Собственно, я тоже пробовала перед нашим выступлением еще раз обновить то, что выдает поисковик, и, в общем-то, никакой панацеи, никакого-то конкретного регламента, что нужно развивать, или хотя бы принципа, как определить, Google, к сожалению, не выдает. И в этом смысле нам приходится действовать зачастую самостоятельно. В рамках нашей встречи мне бы хотелось выдержать принцип, к которому я всегда обращаюсь и который всегда пытаюсь выдерживать. Мне бы хотелось не транслировать то, что вы и так можете найти в Google. Единственное, может быть, я покажу некоторые интересные ресурсы, которые, может быть, для вас до этого момента были незнакомы. Но мне бы хотелось, чтобы после нашей встречи у вас возникла потребность пойти в Google и найти ответы на те вопросы, которые по ходу встреч возникли. Ну что ж, начнем. Прежде чем определить, как все-таки выстраивать свою конфигурацию компетенций, мне бы хотелось рассказать о том, как трансформировалось понятие персонализации в системах обучения. Ну, наверняка вы слышали это слово не один раз, и наверняка вот слышали формулировку, что персонализированный подход, он очень важен, и если он есть, то все будет здорово и отлично. Собственно, понятие персонализации на разных этапах трансформировалось и выражалось в разных действиях. Если мы возьмем традиционный подход, то это чаще всего один формат для всего. Организация процесса, ну, то есть организатор, линейкий институт сам решает, что и как должно происходить. И если мы будем апеллировать глаголом, то это модель толкать, когда участника этого процесса толкают к какому-то результату в понятном векторе движения. Следующий уровень развития персонализированного подхода это, собственно, появление персонализации, когда в рамках заданного вектора у участников есть возможность выбора. Ну, то есть есть некие альтернативы, но вектор, он все равно задан, но появляется возможность не только толкать, но еще и тянуть. Я могу сделать что-то сам самостоятельно. Это происходит за счет того, что активизируется микрообучение. Условно, если мы возьмем классическую систему бакалавриата, мы учимся на, например, экономической специальности. В рамках вуза чаще всего процесс направлен на макрообучение и на целостную картинку того, как взаимосвязаны отдельные элементы этого процесса. Но в рамках этого макрообучения нам дают возможность пройти еще и микрообучение, ну, например, узнать, как выявлять экономические тренды и так далее, или как просчитать риски, пройти курс по риск-менеджменту. Вот, собственно, за счет этого персонализации возникает. Я могу дополнить недостающие блоки знаний или навыков с помощью определенных курсов, которые мне порекомендовали или которые я понял, что мне нужны. Адаптивная система образовательная это верх проявления персонализации, потому что именно в этой системе есть точная подстройка под каждого человека. Я не только могу выбрать в рамках заданного вектора, но я могу перескакивать там условно с одного уровня на другой, если я понимаю, что там уровень под номером 2, он у меня уже достаточно пройден, ну, и знаний по этому уровню мне достаточно. Там абсолютно нелинейный подход, то есть если в прошлых двух вариантах он все же остается линейным, но во втором с возможностью ответвлений, то адаптивное обучение это нелинейный подход, где конфигурацию выбирает сам участник этого процесса, ну, и понятно, что он становится высокоиндивидуализированным. Зачем я вам об этом рассказала? Если мы заметили и слышим, что практически во всех сферах есть стремление прийти к персонализации процесса в рамках этих сфер, то мне кажется, несколько наивно полагать, что у нас будет какой-то перечень актуальных компетенций, которые будут подходящими для каждого человека. Ну, это противоречит, собственно, этому стремлению прийти к персонализации. И в этом смысле мне кажется важным не только понимать, какие навыки вообще есть, о каких навыках чаще всего говорят на различных образовательных событиях или чаще всего говорят в HR-сфере, но еще и соотносить эти навыки с собой и иметь инструмент, как собрать эту конфигурацию. Вот, собственно, об этом инструменте мы сегодня и будем с вами говорить в том числе. К чему приводит персонализация и почему она необходима? Ну, опять же, если мы рассмотрим в рамках образовательной системы, то мы переходим от формата толкать, когда за нас уже решили, по какому вектору мы двигаемся, к формату тянуть. Персонализированный подход адаптирован конкретно под меня, он вариативный, я могу составить свой индивидуальный учебный план, я даже могу составить мой бюджет обучения. И эта история не про деньги, это история, наверное, больше в настоящее время про инвестиции времени. Я сам могу распределять, куда я буду инвестировать свое время для того, чтобы пройти тот или иной курс. И фокус как раз-таки в персонализированном треке больше направлен на что, ну, как это может быть, что должно происходить, чем как мы это будем делать. Организация, которая помогает мне пройти этот курс, она обеспечивает только навигацию, но не влияет на мой выбор контента. Хотя может мне рекомендовать те или иные виды. Вот, собственно, когда мы говорим про навыки, ну, наверняка все слышали, что есть разделение на soft skills, это надпрофессиональные навыки, и hard skills, профессиональные навыки. Каково должно быть это сочетание? Как вы думаете, напишите, пожалуйста, в чате в процентном соотношении. Вот сколько времени, условно, в процентном соотношении должен человек, современный человек, уделять на развитие soft skills, надпрофессиональных навыков, таких как коммуникация, лидерские качества и так далее. И сколько времени человек должен уделять на развитие hard skills, профессиональных навыков. Давайте минутку на это потратим. Просто очень интересно ваше мнение. Пока никто, к сожалению, не ответил. Ну что ж, переходим дальше. Расскажу, как это вижу я. Мне кажется, что соотношение... Я попрошу его отключить. Мне кажется, что это отношение, оно, собственно, продиктовано не столько временем и ситуацией, в которой мы находимся, сколько вашим непосредственным о том, что в том или ином навыке. Друзья, Дарья, выключите, пожалуйста, звук. Спасибо. На экране вы сейчас видите целевую модель компетенции 2025. Даже есть ссылка на это исследование, чтобы посмотреть его полностью. Оно достаточно интересное. Это исследование представителей Сбербанка, Высшей школы экономики, WorldSkills. Ну и, собственно, там определены те навыки, которые подходят под нашу задачу актуальные компетенции, необходимые для развития молодежи, ну и, в принципе, современному человеку. В чем плюс этой модели? В том, что тут навыки категоризированные, есть несколько категорий. Когнитивные навыки, социально-поведенческие, цифровые. То есть мы понимаем, что нам, ну, как минимум, хорошо бы в этих трех сферах развиваться. Чем эта модель компетенций, как мне кажется, запутывает? Тут большое количество различных навыков и компетенций. Когда я на это смотрю, мне кажется, что если я вот какую-то из них не смогу развить в себе или буду в ней некомпетентен, то я уже не смогу стать успешным в том современном мире, в котором я существую. И это нас очень часто запутывает и приводит к такому, на самом деле, мнимому, видимому результату, когда нам кажется, что надо развивать вот это, на самом деле нам это не нужно ни в жизни, ни в работе, и никак это нам не помогает. И в этом смысле, говоря про распределение софт и hard skills, хочется привести такую метафору, которая связана с тортом. Если мы вспомним, 2015 год был практически бум soft skills, все развивали их, постоянно появлялись различные объявления о том, что вот новые курсы, пройди, стань успешным, без soft skills у тебя ничего не получится. И вот если сравнивать с тортом, то наши профессиональные навыки – это своего рода коржи. Ну, то есть, когда они у нас есть, это, в принципе, похоже на торт, достаточно вкусно, можно даже его съесть. Но с кремом все равно вкуснее. И soft skills в 2015-м стал таким кремом, прослойкой, которая помогала усиливать hard skills. Но в какой-то момент мы вдруг решили, что в нашем торте коржи вообще не нужны, и поэтому мы сейчас будем только варить крем, и только крем и есть. Ну, если вы вспомните, да, там, истории с кремом, то его слишком много съесть нельзя, становится плохо. Собственно, в этом смысле, если мы посмотрим даже на эти навыки, мы видим, что уже идет большое пересечение hard и soft skills, и некоторые навыки сложно отделить, понять, а он профессиональный или надпрофессиональный. Ну, например, управленческие навыки. Если мы возьмем управленцев, то для него эти навыки будут профессиональными. Это непосредственно то, что он делает, их можно оцифровать, у него есть понятный KPI. Если мы управленцем не являемся, но нам какая-то часть этих навыков необходима в нашей деятельности, то, скорее всего, они будут усиливать наши профессиональные навыки и в этом ключе будут являться надпрофессиональными. То есть про навыки уже нельзя сказать, что вот есть отдельно надпрофессиональные, отдельно профессиональные, скорее всего, они сочетаются, ну, вот примерно в такой конфигурации и очень плотно проникают друг в друга и друг на друга влияют. И в этом смысле очень важно, чтобы наши надпрофессиональные навыки все-таки базировались на профессиональных. Ну, то есть, например, я решила развивать коммуникацию как одну из групп социально-поведенческих навыков, и вот здесь мне хорошо бы задать себе вопрос, а как это мне поможет и как это усилит мои профессиональные навыки и мою деятельность, усилит ли? И если вы бывали на форумах, вы наверняка встречали таких прекрасных людей, иногда их называют форумные туристы, которые путешествуют по всем форумам России, где они вот как там с мая начинаются форумы, везде поехали. Они очень классно говорят, они прекрасные ребята, очень харизматичные, у них ярко выражены лидерские качества. Но вот ты у них спрашиваешь, а что, ну, собственно, чем ты занимаешься, какой у тебя проект? И вдруг оказывается, что никакого проекта у этого человека нет, но в моменте, в условиях форума он суперуспешен. И начинается такая история, когда я езжу на форумы, хожу на разные образовательные события, чтобы эту свою успешность в себе поддерживать. Перейдем дальше. Ну вот, собственно, что же выбрать-то из того, что было? Саморазвитие, цифровые навыки, организованность, управленческие навыки, адаптивность. Мне кажется, что суперчеловеком стать невозможно. И опять же, вот наблюдая за тем, как трансформируется отношение к многозадачности, когда мне было 25 лет, это было 5 лет назад, и я работала в сфере детского отдыха и в различных организациях, связанных с образованием детей, многозадачность — это был один из ведущих навыков, который должен был быть у человека, особенно в этих сферах, ну, потому что действительно надо уметь все. То сейчас, находясь в разных институтах, разных организациях, я вижу, что упор все-таки идет на точное владение, конкретным профессиональным навыкам. Вот, например, год назад я работала в школе Летова, это одна из ведущих школ России, и что меня удивило, что у каждого человека есть очень узкий свой конкретный функционал, но все вместе они собираются в такую потрясающую комбинацию, которая дает сильно больше эффект, чем если бы это делал все один человек, такой, знаете, на все руки мастер. И в этом смысле, мне кажется, важным разрешить себе не быть суперпрофессионалом во всем, а уметь делать конкретные вещи и делать их хорошо. И вот тут я подключилась раньше и наблюдала чат, и мне очень понравилось сообщение от, собственно, одного из участников, мне захотелось его вставить в свою презентацию, что он говорит. Он говорит, я не знаю, по какому поводу он это сказал, потому что я подключилась уже постфактум, но сама суть мне очень понравилась. Он говорит о том, что это неправда, мне кажется, профессионал лучше справится, все уметь нельзя, и это правда так. И в этом смысле, вот обращаясь к тем навыкам, которые были выше, ну, например, сейчас есть бум цифровых навыков, ну, то есть все говорят о том, что их нужно развивать, потому что пандемия это показала, мы все ушли в онлайн, в общем, нужно было развивать навыки. Но, как показала практика, я очень много работаю с учителями, лучше с этой ситуацией справились не те, у кого были развиты цифровые навыки, там, достаточно, а те, у кого хорошо развит навык, способность, компетенция учиться. Ну, то есть они сами ничего не делали, но они, например, подключили своих учеников, и те сделали это идеально. Им не нужно было тратить три часа на то, чтобы провести 20-минутный урок в Zoom, им нужно было просто создать условия для своих учеников, чтобы они смогли в этом помочь. Вот, и в этом смысле, мне кажется, компетенция и способность учиться, она одна из ведущих, потому что если ты этим владеешь, ты точно поймешь в изменившейся ситуации, кому тебе обратиться, или куда тебе пойти, для того, чтобы нужный инструмент получить. Вот, если мы выбираем путь, куда тебе пойти, тут еще подключается критическое мышление, потому что нужно будет выбрать из всех вариантов. Ну, и, собственно, коммуникация. И, наверное, я бы для себя вот эти три компетенции отнесла в ключевые и точно необходимые способность учиться, компетенция, критическое мышление. Ну, потому что если я умею это делать, тогда в любой непонятной, изменившейся ситуации я буду знать, куда пойти или кому пойти, выбрав из всего возможного списка вариантов, используя критическое мышление, и буду знать, как с ним договориться. Вот, хотелось бы тут привести диаграмму жизни, которую, может быть, многие узнают в себя. Есть навыки, которые полезны нам для жизни, ну, то есть для повседневной жизни, общения с родственниками, каких-то ситуаций, которые происходят с нами в магазине, еще где-то, может быть, там, в транспорте. Есть топ актуальных навыков, про которые нам часто говорят, мол, ты должен уметь вот это, вот это ты должен знать, и хорошо бы, чтобы у тебя вот была прокачана вот эта компетенция. Есть навыки, которые реально нам пригождаются в профессиональной деятельности, но чаще всего происходит история, которые, когда мы развиваем навыки, которые как бы незачем. То есть, ну, нам просто понравилось, они какие-то интересные, звучит прикольно, там был спикер классный, как я их потом смогу применить, вообще непонятно, но информационный пузырь вокруг меня множится. Я, собственно, знаю больше, 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 при этом самореализация моя не возрастает. И в этом смысле, если мы говорим про самореализацию и потенциал, чем выше наш потенциал, тем самореализация всегда будет ниже, ну, потому что не всегда есть временное и функциональное пространство для того, чтобы свой потенциал реализовать. О чем я? Например, вы пошли и обучились навыку, давайте возьмем какой-нибудь из самых, ну, вот цифровой навык, вы научились там программировать на каком-то языке программирования. Это абсолютно не нужно вашей деятельности. То есть вы думали, вот сейчас научусь и сделаю что-то, что, не знаю, вот я работал, например, специалистом по работе с молодежью, вот сейчас научусь и сделаю там чат-бота, которые будут автоматические, не просто такие базовые, которые там прям будут вычислять, когда человек зашел, персонально ему что-то отправлять. И вот я потратил время, потратил, возможно, деньги, но выясняется, что в рамках моего проекта это не нужно, потому что у нас нет никаких открытых событий, о которых должен, собственно, этот чат-бот анонсировать. Людям это не нужно, потому что моя целевая аудитория не из Телеграма, они, например, там все в ВКонтакте сидят. Получается, что этот навык, он как бы бесполезен для меня, но я это умею делать. Гипотетически, если когда-то позовут, то это мне пригодится. Это еще такой принцип, которым я объясняю запоминание всякой ненужной информации в своей голове. Наверняка у вас такое тоже есть, когда какие-то важные вещи вы не помните, но там строчку из песни или какой-то факт вы запомните. И я вот как-то думала, зачем это. Где это может пригодиться? У меня есть только один ответ. Это может пригодиться, если будет какая-то викторина, где там главный приз, это будет, не знаю, квартира, машина, и вот нужно будет сказать этот факт. Больше ситуаций, где мне бы это пригодилось, не было. И многие навыки, они, собственно, превращаются вот в такой же кладезь использования для ничего. Ну, то есть непонятно, когда и непонятно, где. Как с этим бороться и как помочь себе выбрать свою конфигурацию, необходимую для развития. Есть такой принцип, lifelong learning. Наверняка вы все про него слышали. Это непрерывное обучение на протяжении всей жизни. Собственно, многие руководствуются этим принципом, когда идут куда-то. Более того, в некоторых сферах даже становится некрасивым и дурным тоном, если ты в течение полугода не прошел очередной онлайн-курс или там какие-то курсы повышения квалификации и так далее. Ну, ты как бы выпадаешь из этого сообщества, потому что ты же не учишься, не развиваешься. Зачем вообще с тобой таким общаться? И в этом смысле начинается некая гонка получения новых знаний, при которых знания не трансформируются в технологию. Вот я просто сходил, что-то услышал, множится информация, множатся факты, множатся сертификаты, которые тоже нигде не используются. И так начинается образовательная прокрастинация. И вот как раз период пандемии это очень хорошо обнажил и показал, когда мы... Ну, вот мне тут хочется обобщить, потому что мне кажется, что каждый из нас хотя бы один вебинар допосетил, когда мы ходили на курсы, вебинары, первый стимул, то, что они из платных стали бесплатными. И в этом смысле я наблюдала за многими своими друзьями, стало абсолютно неважно, надо им это, не надо. Вот, Сеттерс открыли бесплатные мастер-классы, и все идем. А тебе зачем? Ну, ты что, ты СММ занимаешься, или что, ты продвигаешь? Нет, но в жизни это пригодится, потому что каждый должен быть сам себе СММщик. Или вот упоминали, ранее спикер упоминал всем известного Ильяхова, он тоже там открывал какую-то часть своих курсов бесплатно, все туда пошли. И у этих людей тоже не всегда был ответ на вопрос, зачем они туда идут. Ну, потому что это же важно, красиво подавать тексты, это вот сейчас такой навык, который нужен всем. А тебе куда эти тексты подавать? У тебя блог есть, ты какой-то проект продвигаешь, тебе зачем? Мне не зачем, но вдруг пригодится. И начинается образовательная прокрастинация, история, похожая на балкон, который был во всех постсоветских квартирах, где хранились лыжи, какая-то старая одежда, которая уже, из которой вы выросли, может быть, даже ваша детская, ну, там, будущим потомкам, и прочее, и прочее. Выкинуть это было нельзя. Ну, и вот оно там копилось, как бы пространство занимало. И тут наш мозг играет против нас, потому что он начинает нас успокаивать, мол, ну, мы же хорошим делом занимаемся. Мы вот не бездельничаем, не сериальчики смотрели, мы пошли и посмотрели вебинар. Но при этом эффект, ну, плюс-минус такой же, как если бы мы посмотрели сериал. Но при этом от сериала мы, может быть, получили удовольствие, а вебинар там был скучный, неинтересный, и вообще кое-как мы его высидели. И тогда в мастерской управления Сениш, когда мы вот заметили эту тенденцию, мы подумали, а что могло бы принцип lifelong learning направить в нужное русло и все-таки не сводить его к образовательной прокрастинации. Мы сформулировали принцип lifelong development, принцип непрерывного развития, когда полученные знания трансформируются в технологию и происходит такая технологизация знаний под запрос. Что значит этот принцип? Собственно, мы немножко подумали и сформулировали гипотезу о том, что время контента, оно проходит. Ну, то есть, контента его уже достаточно много, и он принципиально не меняется. Если вы посмотрите курсы по развитию коммуникации или эмоционального интеллекта за последние пять лет, они плюс-минус одни и те же, с одними и теми же теоретическими блоками, с одними и теми же упражнениями, где-то меняется формат подачи, но контент остается неизменным. И в этом смысле важно создавать вот как раз вот эту прослойку, которой не хватает, создавать конкретные алгоритмы, как полученный контент технологизировать под свой запрос, как его превратить в технологию, как эту технологию внедрить в свою повседневную жизнь и в свою деятельность. Ну, и принцип lifelong development, он в том числе позволяет нам сконструировать свою конфигурацию, персональную конфигурацию актуальных компетенций. Звучит здорово, но как выбрать? Вот тут мы тоже выявили и сформулировали такое событие, такое, наверное, не знаю даже, как это лучше выразить, такое сообщество, которое называется «Университет имени себя». Это не физическое пространство, ну, то есть если мы ходим учиться в школы и в университеты, мы же вполне можем создать некий университет самостоятельно, набрав необходимые нам курсы, модули, или запланировав участие в каких-то очных мероприятиях, и тем самым простроить свою персональную траекторию. Принцип lifelong development содержит в себе четыре простых вопроса, которые помогают получить ответ собственно на необходимость изучения того или иного навыка, прокачивания этого навыка и прохождения того или иного курса. Вопросы сводятся к следующему. Первый вопрос связан с применением этих знаний. «Смогу ли я полученные знания применить в своей деятельности сразу после прохождения курса?» Ну, или сразу после просмотра вебинара? На этот ответ не всегда можно ответить заранее. Но, ну, то есть мы же не знаем, что там будет, мы же не знаем, что будет говорить спикер. Но вот в этом как раз-таки проявляется наша проактивность. Чаще всего, когда у нас есть вебинар, там есть контакты его, контакты спикера, или организаторы оставляют такое окошко, напишите свои вопросы, которые вы хотите поднять в рамках вебинара. Если вы пришли на форум в моменте, у вас не было возможности спросить заранее, вы всегда можете задать свой вопрос, чтобы получить для себя максимум пользы. Ну, то есть это же история не про то, хороший спикер или плохой, потому что мы очень часто думаем категориями, если спикер не дал нам ответы на наши вопросы, значит, что он плохо выступил. Но ведь он же чаще всего не экстрасенс, он не знает, какие у нас вопросы. И в этом смысле на нас тоже лежит ответственность, чтобы эти знания получить. Это значит, что в рамках любого курса, любого вебинара я как участник могу эту траекторию трансформировать. Ну, потому что я пришел сюда за конкретным, хочется верить, за конкретным опытом и конкретными знаниями. Если у вас нет понимания, зачем вы пришли, значит, наверное, идти туда не стоит, потому что это опять превратится в образовательную прокрастинацию. Следующий вопрос, если вы понимаете, как эти знания применить в своей деятельности, если вы не понимаете, следующий вопрос второй, смогу ли я эту деятельность поменять сразу после курса? Это как раз история про цифровые навыки. Ну, например, я работала там педагогом-организатором, мне вот очень захотелось изучить какой-нибудь язык программирования и уйти в геймдев, писать сценарии для игр, их проектировать и, в общем-то, вот этим всем заниматься. И этот сценарий тоже возможен, но тут нужно понимать, если у меня эта возможность, могу ли я поменять кардинально свою деятельность, тогда абсолютно понятно и обоснованно, зачем я туда иду. Следующий вопрос, есть ли у меня время на применение на практике этих знаний? Этот вопрос, наверное, ключевой. Я сейчас приведу очень такой приземленный пример с Excel. Вот пока была, пока у нас была самоизоляция, очень многие мои знакомые пошли обучаться там работе в Excel, ну, потому что это же важный навык, все должны уметь работать в Excel, потому что все работают с таблицами, все там делают сметы, еще что-то, списки, иногда на это уходит много времени. Я в какой-то момент тоже решила это сделать, потом я просто посчитала, сколько реально в месяц я трачу времени на то, чтобы работать в таблицах в Excel. Я посчитала, у меня получилось какое-то время, и это время сильно меньше, чем время курса. Ну, то есть на курс, условно, мне нужно потратить 20 часов, а в месяц я трачу на работу с таблицей в Excel, ну, от силы 2 часа. И это несоизмеримые объемы времени, и так как время это самый невосполнимый ресурс, мне, если честно, очень жаль его тратить, учитывая, что я этим пользоваться, но в полной мере не буду. И в этом смысле я понимаю, что мне гораздо удобней привлечь того человека, который умеет, который мне поможет это сделать быстро. Может быть, через несколько там итераций с его помощью я тоже научусь, но я научусь в процессе, мне не надо будет тратить такое большое количество времени. Если этого времени нет, готов ли я его себе найти? Тут другая ситуация. Если я понимаю, что гипотетически я сейчас трачу мало времени на таблице в Excel, потому что я передаю другому человеку, но это для меня неудобно, я вообще хотел бы сам, потому что мне там надо будет в следующем месяце еще делать много СМИ для проектов, там еще чего-то планировать. И это время у меня появится. Вот это важный момент, наверное, главный принцип lifelong development — соотносить временную емкость, которая есть у меня в рабочем дне, которая есть у меня в повседневной жизни, с временем, которое я потрачу на освоение этого навыка. И вторая история — оценивать функциональную емкость. Есть ли у меня реально такой функционал? Ну, например, я иду изучать конфликтологию позитивную, есть такое направление, потому что мне кажется, что это же очень важно, конфликты возникают, нужно уметь их решать. Я работаю с людьми, мы постоянно находимся в социуме, а потом я вдруг в какой-то момент анализирую, сколько у меня реально за месяц было конфликтов, и понимаю, что у меня их, в общем-то, не было. Ну, то есть я вообще не тот человек, который в эти конфликтные ситуации попадает. И в моих группах, которые я обучаю, необычно не случаются. И тогда ответ на вопрос, стоит мне туда идти или нет, он становится очевидным. И, собственно, в этом смысле удается собрать свою конфигурацию, свое сочетание тех навыков, которые нужно развивать. Ну, тут возникнет, наверное, логичный вопрос. Это все здорово, а как же выбрать? Ну, то есть я понял, как их собрать в конфигурацию, а из чего я выбираю? Пока мы не знаем весь спектр существующих навыков, к сожалению, мы на некоторые можем не обратить внимание, просто потому, что мы о них никогда не слышали. Ну, вот, например, навык, про который сейчас достаточно много говорят, но я услышала его не так давно, это психологическая резилиентность, это способность сохранять гибкость, спокойствие, баланс в разных меняющихся ситуациях, и это отличается от стрессоустойчивости. Это, наверное, такое сочетание адаптивности, гибкости и стрессоустойчивости, ну, вот, некая мета компетенции, мета-налог. Но если бы я про нее не услышала, я бы про нее никогда бы и не знала, и, соответственно, не пошла бы развивать, и не ответила бы себе на вопрос, а использую я это в жизни или нет, нужно ли это мне. Где можно узнать? Следующий шаг, он, наверное, очень практикоориентированный. Первое, что хочется вам посоветовать, послушать антиподкаст про софт-скиллс. Антиподкаст называется «А вдруг не пригодится?» Собственно, этот антиподкаст мы записываем вместе с моим мужем и разными экспертами из области развития навыков и компетенций. Первый выпуск называется «Почему навыки мягкие, если они не лапки?» Ну, собственно, почему мы говорим про мягкие навыки, как измерить их мягкость, нужны ли они на самом деле и как ажиотаж вокруг них с каждым годом увеличивается или уменьшается. Уже готовится второй выпуск с Викторией Шиманской, это эксперт по эмоциональному интеллекту, он будет, как вы понимаете, про эмоциональный интеллект, собственно, очень рекомендую. Вторая история, где еще вы можете пойти и посмотреть, какие навыки же сейчас есть и какие навыки можно развивать, я сейчас несколько перелесну, потом мы вернемся. Это книга «12 soft skills 21 века». Коуч-книга и рабочая тетрадь. Ее точно можно найти на Озон, в этом смысле она очень хороший такой вектор сверки, а что вообще есть, что люди вообще развивают и расширение своего мышления, чтобы просто соотнести, выписать, например, себе условно те навыки, которые вы встретили, потом через принцип lifelong development проверить, насколько мне это реально надо или не надо, ну и перейти уже в дальнейшем к их прокачиванию и к их изучению. Вот сейчас я на секунду остановлю запись, дальше мы перейдем непосредственно к социальным проектам. И мне бы сейчас хотелось у вас спросить, какие проекты, какие проекты вы реализуете. Можно даже написать, можно прямо название проекта, можно коротко о чем он. Проект в середине формального образования и развития профессиональных компетенций. Отлично. Я вижу сообщение от Надежды Исаковой, было интересно знать, какие компетенции нужны, ответы не нашла. Какие компетенции вам нужны, Надежда, знаете только вы, открою вам такой секрет. Но можно, конечно, пойти путем, какие компетенции нужно знать, потому что нужно. Чаще всего они нам будут непригодны, но мы будем их изучать. Из актуальных компетенций, которые помогают не потеряться в меняющемся мире, это способность учиться. Я вам очень рекомендую посмотреть курс на эту тему на курсерию. Наверное, такой стартовый и очень мощный для тех, кто хочет эту компетенцию освоить. Это критическое мышление. Тут вам точно поможет технология ТРИС Альтшулера и методы рационального мышления. Есть даже такая книга прекрасная «Гарри Поттер и методы рационального мышления» о том, как использовать это мышление в своей жизни. Ну и третий навык это коммуникация. Я не верю в то, что коммуникацию можно развивать, изучая какие-то теоретические вещи. Мне кажется, что коммуникация и в том числе адаптивность и гибкость, она развивается, когда мы приходим в разные сообщества, не своего профиля. Ну, условно, мы работаем педагогами и вдруг мы оказались на хакатоне айтишников. Это совсем другая среда и для нас это чаще всего стресс, дискомфорт. Но именно этот переход в другую среду и в другое сообщество позволяет нам гибкость и адаптивность свою развивать. Спасибо. Ответила пока только Елизавета, как развивать, каким проектом она занимается. Собственно, у нас осталось совсем мало времени. Мне бы хотелось еще коротко сказать про социальные проекты и про то, как, мне кажется, они могут помочь вам выйти на новый уровень. Собственно, мне кажется, что каждый проект социальный, он имеет смысл только тогда, когда он позволяет человеку осуществить некий социальный лифт или когда он позволяет человеку создать для себя рабочее место. Ну, потому что история с тем, что я и, к сожалению, в проектировании, она очень часто транслируется, что мы должны делать бескорыстно просто потому, чтобы сделать мир лучше. Но если мы от этого не получаем никакого профита, то, к сожалению, в какой-то момент наша мотивация делать это теряется. И я бы хотела привести несколько проектов, которые вот как раз из сферы социального проектирования перешли в сферу социального предпринимательства. То есть для всех участников этого процесса они по-прежнему остаются бесплатными, они по-прежнему приносят пользу и не теряют свои миссии. Но, тем не менее, эти проекты с помощью грантовой поддержки, с помощью привлечения различных инвесторов смогли стать рабочими местами для большого количества человек. Ну, начну я, наверное, вот с нашего подкаста. Это, собственно, тоже был подкаст, который мы сделали на выигранный грант. Для чего мне это нужно? Для того, чтобы с помощью такого инструмента, как подкаст, транслировать в том числе свои знания и свою позицию человека, специалиста, занимающегося развитием soft skills в медийном пространстве. Следующий проект, который вы наверняка все знаете, это проект «Тотальный диктант». Мне очень приятно про него сказать, потому что я из Новосибирска, и он тоже, собственно, оттуда. Это проект, который также был какое-то время организован на энтузиазме организовывающих его людей, абсолютно без бюджета и даже каких бы то ни было грантов, а сейчас он стал, ну, собственно, рабочим местом для большого количества людей и превратился из маленького регионального в большой федеральный проект. Следующий проект, он будет интересен для учителей, если вы еще, и для тех, в принципе, для тех, кто работает в образовании, если вы еще не встречались с GeekTeachers, обязательно перейдите на их страничку, посмотреть, что они делают. Это команда из двух девушек-учителей, которые начали популяризировать IT-инструменты для учителей, ну, собственно, обучать цифровым навыкам. С помощью фонда Рыбаков они организовали несколько фестивалей, у них есть и коммерческие продукты, есть бесплатные продукты, все их фестивали бесплатные, тем не менее, это их постоянное рабочее место, и с помощью этого проекта они смогли там занять позицию спикера в разных проектах, причем, ну, не только на добровольных началах, они делают различные и коммерческие, и некоммерческие образовательные инструменты для учителей и образования в целом, ну, и вот это их история, когда то, что мне откликается, можно в дальнейшем монетизировать, или можно в дальнейшем использовать для того, чтобы перейти на новый уровень, то есть, условно, я сделала это в своем регионе для учителей, меня увидели крупные образовательные компании или организации, пригласили на эту ставку, чтобы я в рамках этой организации это масштабно делал с другими ресурсами. Как же, собственно, трансформировать свои проекты так, чтобы они помогали перейти на новый уровень его организатору и приносили пользу окружающему миру. Вот последняя, наверное, история, которую часто используют, это такая карта мегатренды и технологии, она переведена на русский язык, но вообще история с трендами мне очень откликается, потому что мне кажется, что выявление и формулирование трендов это как раз то, что позволяет нам ответить на вопрос, а какие компетенции актуальны, а какой проект нужен, а что мне сейчас нужно делать. Но в этом смысле иногда мы запутаемся, когда мы берем за основу то, что есть. Вот этой карты сейчас очень много где фигурирует. Если мы посмотрим поближе, вот здесь написано, например, индивидуализм, очень много информации, персонализация. Как это использовать и как это поможет разработать проект или развить навыки, если честно, не знаю. Но то есть мне кажется, что это очень удобная и красивая картинка и с ее помощью можно многое объяснить. Мол, мы вот сделали такой проект, потому что в карте трендов вот так написано. И очень часто, приходя на площадки, где там расскажут про актуальные компетенции молодежи, мы тоже ждем, что нам дадут вот такую карту, панацею или список. Вот эти компетенции правильные, вот давайте актуальные, давайте их развивать. Мне кажется, что это своего рода манипуляция, ну потому что они правильные по мнению каких-то определенных людей, группы людей или даже человека. Не факт, что они будут правильны для вас, не факт, что они для вас будут полезны или эффективны, но это, конечно, проще, потому что есть понятный путь. Вот мне эксперт сказал, что вот это надо делать, это не надо делать. Это будет проще всегда. Вот есть карта трендов, вот я на нее опираюсь, сделал проект вот так. а не как там, а не оценил реально, какой есть запрос у жителей, как он поможет развиваться мне и так далее. Но что они сделали отлично, они взяли и перевели. И мне кажется, что это отличный инструмент для выявления и формулирования трендов и расширения кругозора в целом. Я очень часто говорю, что нет никакого универсального ответа, но тем не менее, это не исключает, что мы можем идти гуглить, смотреть разные сочетания компетенций, смотреть книги, в которых эти компетенции представлены, чтобы выбрать эту конфигурацию для себя. Вот еще раз акцентирую на книге, которую я предлагаю вам взять за основу. Если говорить про образовательный сектор и социальное проектирование в целом, то мне кажется, важным развивать такой навык, особенно вот в настоящее время, он очень узкий. Это навык гиммификации, умение гиммифицировать образовательный процесс, процесс проведения определенного мероприятия или проекта. Почему? Потому что сейчас, ну, собственно, от той целевой аудитории, для которой мы это все делаем, преимущественно становится поколение Z, которое сильно отличается от поколения X и Y. История с гиммификацией, она, в общем-то, была придумана для поколения Z, для того, чтобы их в эту историю вовлечь. Плюс гиммификация набирает обороты еще и благодаря тому, что рынок растет, предложение растет, выдумать что-то новое очень сложно. И здесь, когда мы простраиваем игровой сценарий предлагаемой услуги, вовлеченность в эту услугу, в этот проект, в это событие, она всегда сильно больше. И последний слайд, собственно, он о том, что было бы здорово, если бы вы адресовали свои возникающие вопросы, предложения, может быть, какие-то инсайты, поделились со мной, я буду рада. И у меня еще есть телеграм-канал, который я веду про образование, иногда там появляются разные интересные статьи, инструменты, ну, собственно, вот тот инструментарий, который не истина, и который не факт, что сработает с каждым из нас, но на который можно опираться для того, чтобы найти свою конфигурацию необходимых навыков, компетенций и свой путь. Дорогие друзья, сегодня мы немало говорили о социальных проектах, лайфхаках в их реализации, продвижении и продюсировании проектов, их трансформации в нестандартных ситуациях, а также прокачке личных компетенций. Также на полях форума состоялась защита социальных проектов ребятами, которые планируют принять участие в грантовом конкурсе. А теперь пришло время пообщаться с теми, кто прошел путь от задумки до реализации социального проекта и готов поделиться тем, как же это здорово, следовать за своей мечтой вместе с командой единомышленников, здорово получать поддержку в ходе реализации проекта и в его окончании понимать, что впереди новая цель и новый проект. Смотрим! Мы занимались театром сначала в одном частном театре просто как артисты, потом три года назад мы решили основать свой частный независимый театр, назвали его Центр современной драматургии, еще через полгода мы получили на очень выгодных условиях вот это вот здание, в арт-центр на Любинском, на Ленина, на 9, что тоже является частной площадкой, мы в взаимно выгодном симбиозе существуем и по большому счету мы официально мы не коммерческое предприятие, но мы зарабатываем сами себе, мы хотели делать театр так, как он нам нравится, так, как мы считаем это правильно делать, какие-то свои мои идеи, чтобы мы через это могли транслировать и для этого мы создали вот такой театр. Естественно, так как у нас нет спонсоров, нет какого-то государственного финансирования, гранты – это единственная возможная для нас лакуна создать что-то, ну, такое визуально насыщенное в нашем случае. То есть мы в основном гранты берем на визуальное оформление спектаклей, на их, там, озвучивание, на приглашение дополнительных режиссеров из других городов, профессионалов, с которыми нам было бы интересно работать. Мы продавались на разные первые самые гранты, которые мы получили от Министерства физико-культуры и спорта Омской области на форуме «Ритм». Мы взяли грант на оформление двух детских спектаклей. То есть тоже мы сказали просто, ребят, у нас все есть, у нас есть режиссер, у нас есть площадка, есть свет, нам нужно костюмы, нам нужно одеть артистов, чтобы детский спектакль был визуально красивый. Вот на это нам нужны деньги. Вот, пожалуйста, смета, вот столько стоит один костюм, примерно, вот, пожалуйста. Здесь, ну, естественно, чем больше грант, тем сложнее потом отчетность. То есть там с президентским грантом, который был уже на более серьезную сумму, там мы были очень внимательны и все очень грамотно там посчитали, собирали все это. Но по большому счету тоже это было, не скажу, что избыточно, но нам очень сильно помогали, к нам не придирались, нам грамотно, грамотно управляли, у нас не было с этим никаких проблем. Мы уникальны своей командой. То есть то, мы делаем, что бы мы ни взяли, мы делаем это так, как нам кажется правильным, так, как мы это видим, так, как мы это хотим рассказать. У нас есть огромная наша зрительская комьюнити, которая нас поддерживает, которая нам помогает с материальной точки зрения, там, кто-то нам привозит, помогает там лесом, например, если человек занимается, он нам может там что-то подбросить для декорации, там или по цене заниженной, или вообще там где-то бесплатно как-то подвезти. Вот, ну, костюмы нам приносят люди, чтобы мы это перешивали. Вообще, все, что мы не попросим, нам приносит, у нас есть группа Попрошайка ВКонтакте, где мы пишем, что нам необходимо, и люди нам с удовольствием это все приносят. Вот, на самом деле, наверное, еще вот это вот зрительская комьюнити, вот такое общение со зрителем, мы знаем их очень хорошо лично всех, почти. Ну, сколько это возможно. Где-то это просто потому, что нас, например, знали, то есть вот на первый грант, когда мы подавались, то есть люди, которые сидели в комиссии, среди них были люди, которые, ну, знали, кто мы и что мы делаем, и что мы за свои слова можем ответить. То есть мне там в течение, там, пяти минут, которые мне дали, не пришлось нам сильно расписывать, что мы за коллектив, я просто сказал пару слов, зная, что, ну, как бы там есть люди, которые знают, о чем речь. Вот, если говорить о президентском, например, гранте, то там мы просто выдались темой, наверное, то есть мы взяли грант на постановку в Омске спектакля по Достоевскому для бесов, значит, поднимали какие-то, ну, темы, которые нам интересны, которые, видимо, были очень тождественные, ну, на то время для тех людей, которые гранты выдавали. Вообще, во всем, когда люди что-то создают, если мы говорим о творчестве, мне кажется, самое главное это делать это честно. Если люди делают это честно, во-первых, это сразу видно, а если я вижу, что люди делают дело честно, им нужно немного помочь, я могу это сделать, типа, как бы, почему бы мне не помочь, это же, как бы, тоже логично. гранты выдают люди. Людям должно быть понятно и внятно. Это то, что нам объяснили на первом самом форуме, он говорит, типа, ребята, вы должны понимать, что это будет человек делать. Человек должен принять решение, дать вам денег или не дать вам денег. Для того, чтобы принять решение, ему нужно, ну, как бы, ему нужно внятно объяснить, представлять о себе, что вы разговариваете с конкретным человеком. Причем, этот человек даже, он вам предрасположен, вам не нужно ему что-то доказывать. Он как бы, он хочет вас услышать. Поэтому, здесь действительно ничего сложного нет, надо просто делать. Я когда первый раз попал на форум, я вообще не понимал, как это вообще делается, грантовая история, что это такое. Мне казалось, что это должны сидеть специально обученные люди с двумя высшими образованиями и, как бы, заполнять очень много различных, там, тонну бумаг, чтобы получить 2000 рублей. Оказалось, что все гораздо проще, и это объясняется очень просто, объясняется доходчиво, вот так вот, на пальцах, с примерами из жизни, тут же ты общаешься с ребятами, которые получали гранты или не получали, и не объясняют, почему у них не получилось. Там очень много информации за неделю ты получаешь, и там же, то есть, были случаи, когда люди приезжали туда без гранта, без какой-то заявки, но с какой-то идеей, и там внутри прям уже успевали ее оформить, потому что, ну, там среда позволяет. если вы хотите сделать грант, оформить, но вам страшно, непонятно, то вам прямая дорога на форум. Там вам все очень внятно разжуют, за руку проведут, просто вот, от А до Б. Это же ваша идея. Если это, ну, то, без чего вы не можете существовать адекватно, не могу не говорить, говорю вот именно вот об этом, вот это должен сделать, вот считаю, это в городе прям необходимо, и будет хорошо, то это нужно делать. Все очень просто. С самого детства я мечтала стать врачом, и в студенчестве я решила помочь не напрямую, как врач-офтальмолог, а опосредованно людям с низким зрением, разработав специальную гимнастику, для глаз. Мне удалось выиграть грант с первого раза. Уникальность моего проекта заключается в том, что мы разработали специальную методику для тренировки мышц глаза. То есть, на самом деле, там не было ничего трудного, мы брали однотипные движения глазами, типа вверх-вниз, вправо-влево, но в определенной последовательности, и наложили эти движения на специальную картинку. Ну, то есть, и, соответственно, сделали тренажер. Вот. еще мой проект уникален тем, что мы не только за один день провели гимнастику для глаз, мы, так сказать, увековечили этот проект, мы распечатали вот эти вот, вот саму гимнастику, саму методику, мы ее распечатали на специальные бампера. вот, сзади написали инструкцию и раздали всем желающим. Таким образом, каждый, у кого этот бампер сохранился, а уже прошел почти год, может делать зарядку, и, я надеюсь, получать эффект достойный. достойный. Наверное, вера в свой проект. Когда я поехала на форум Ритм, у меня была просто идея, а форум помог мне вдохнуть жизнь в него, что ли. То есть, когда ты не один, это здорово. У нас были прекрасные наставники, также туда приезжал в баре Алибасов, и я к нему лично подошла и объяснила суть своего проекта. Он тоже подсказал мне несколько идей, которые на самом деле как раз таки ими я и пользовалась в реализации проекта. Самое главное это видеть картинку, видеть именно то, что ты хочешь сделать. Потому что если ты не понимаешь, что ты хочешь, вот прям по порядку, если ты не понимаешь, что тебе там нужно три человека здесь, чтобы они делали именно это, 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 или есть какие-то проблемы в твоем видении проекта, оно никогда не получится. наверное, самое сложное это как раз таки социум. Было очень тяжело договариваться с людьми, было не тяжело печатать бампера с тренажером для класса, ручки для волонтеров, футболки, было не тяжело делать именно это, было тяжело договариваться с образовательными организациями, было тяжело находить волонтеров, но все это выполнимо, к сожалению, у меня не было опыта в таком плане, поэтому мне, конечно, пришлось тяжело, но Министерство спорта оказывало помощь и, в принципе, волонтеры-медики, которые мне по итогу тоже помогли. Если у тебя есть идея какая-то, которую ты хочешь реализовать, обязательно ее нужно реализовывать. И чем сильнее твое желание, тем она правым быстрее может получиться. Я думаю, что вообще форумы какие-то такие молодежные это очень-очень хорошая платформа для того, чтобы реализовать свои возможности, потому что у нас есть время, у нас есть возможности, мы молодые и креативные, мы можем перевнуть горы на самом деле. Когда я год назад одна реализовала, одна серьезно реализовала проект на полторы тысячи человек, я не поверила. Но я верила в свой проект, и поэтому все получилось. Поэтому вперед это здорово. Я студент педагогического университета факультета искусств. Все началось с того, что появилась потребность творить где-то дополнительно вне университета и вне дома, так как дома это мало, ну, очень сложно реализовать. Возникло желание в создании какого-то нового пространства или если говорить о последнем проекте, то в создании массового творческого мероприятия собственно возникла потребность, поэтому способом реализации были как раз грантовые конкурсы. Выиграть грант получилось со второго раза. Первый раз я пробовалась на форуме «Ритм». Там мой проект наполняли содержанием очень качественным, ну, благодаря экспертам это получилось сделать. И уже на фестивале Таврида Арт мы выиграли два своих первых гранта сразу. В том году мы реализовали проект «Твой Рим открытая мастерская». Это творческое пространство для детей и молодежи, где каждый желающий мог прийти и заняться творчеством. Там мы проводили мастер-классы, творческие курсы, занимались с детьми и со взрослыми. Буквально полгода назад мы выиграли еще третий грант на создание фестиваля, фестиваль воздух-творчества, который проводился совсем вот недавно. Работа с экспертами, очень вот активная, которая была как раз на форуме «Ритм». Ну, и поддержка творческой команды. Человек 15, и все это в основном студенты, друзья, ну, такая творческая компания. Реализовать. Написать грант и выиграть его не так сложно, как потом действительно осуществить это в жизни. Получилось так, что когда ты планируешь, ты планируешь все поверхностно, не углубляешься, а когда ты уже сталкиваешься с этим в жизни, все становится совсем иначе. Ну, тут уже как-то своими силами справлялись, с помощью каких-то знакомых, может, что-то искали, ну, друзья, команда помогала всегда. В участии в форумах и фестивалях различных это всегда ты получаешь опыт организатора, ты смотришь изнутри, как создается какое-то мероприятие, как это организовывается, и этот опыт уже можно перенять и использовать в своей проектной деятельности. В первую очередь это дает знакомство, расширяется круг общения, вот собирается как раз этот костяк команда, это для меня самое главное в этих всех проектах, которые мы проводили и реализовывали. Ну, и организованность, воспитание себя, самодисциплина, это тоже очень здорово и полезно. Я решила создавать и реализовывать свои проекты, потому что появились идеи, которым необходимо было свое воплощение отдать. Я занималась студенческим самоуправлением, и исходя из этого появились идеи развития надпрофессиональных компетенций у студентов. Грант получилось выиграть с первого раза, сразу. У меня два грантовых проекта, есть изначально первый, который я выиграла на форуме Rhythm, это региональный молодежный тренинговый центр Impulse. Это сообщество тренеров, которые помогают студентам и молодежи развивать свои надпрофессиональные компетенции, для того, чтобы они были более успешны впоследствии на рынке труда и в общественной деятельности. Это была изначально первичная идея, создать такое сообщество, на ритме мою идею поддержали, впоследствии, после начала реализации проекта, стало понятно, что проблемы, с которыми сталкивается молодое тренерское сообщество, они типичны для многих сибирских регионов. И в 2019 году я участвовала в всероссийском конкурсе грантовых молодежных инициатив для физических лиц и выиграла там грант на интенсив для тренеров неформального образования Сибирского федерального округа. Мне помогло выиграть грант в первую очередь моя команда, которая в меня верила, которая поддерживала нашу общую идею и развивала ее. И сама атмосфера форума ритм, люди, которых мы там встретили, которые помогали писать проект в комитет, который всегда поддерживал. И вот это незабываемое ощущение, когда у тебя есть какая-то мечта и действительно твою мечту понимают, поддерживают и дают возможность ей развиваться. Самое сложное в социальном проектировании наверное придумать уникальную идею и найти для нее целевую аудиторию и возможность ее реализации. В принципе в самом социальном проектировании написания проектов ничего сложного нет. Свои авторские проекты стоит придумывать и реализовывать, так как окружающий мир зависит от нас. И то место, где мы живем, и тот круг общения, который у нас есть, мы сами его создаем. изменения в этом мире вокруг себя и создавать эти изменения можно с помощью социального проектирования и социальных проектов. summer. Редактор субтитров